Чтобы начать, нажмите ИНТР или ЛКМ Мне кажется, сейчас никто из чата не играет. Всем привет. Я загуглил, если вам надо. Hole in the middle называется песня. Так, на Яндекс.Музыке есть. К себе я добавил. Привет, друзья, здорово. Надеюсь, не обрубят стрим до этого момента. Вот DMCA каким-нибудь копирайт клеймом очередным. Потому что ох уж эта музыка из игр, да? Которая как бы и не музыка из игр. Которая, в общем, коварная тварь. Я не знаю, она до сих пор мне говорит, что вы начать нажмите A, Enter или ЛКМ. Но я начал ради вас. Итак, друзья, всем привет. Вторник на дворе. Кот, расскажи анекдот про Алису, где орг забрался в интернет и думал, что это моток кабеля. Спасибо, спасибо большое за этот остроумный комментарий поперек моего приветствия. В котором я вообще-то замечал, что сегодня вторник, а вчера был понедельник. И если бы я это не обозначил, каково было бы человеком по вторам потом смотреть этот стрим. И они такие, блин, а в какой же день орг его проводил? Вот, но теперь мы не узнаем, в какой. Ведь да, конечно, лучше рассказать анекдот про Алису, где орг забрался в интернет и думал, что это моток кабеля. Хотя все было наоборот. Кот вообще-то забрался в моток кабеля и думал, что это интернет. Я вчера перешутил эту училку. Я... Подписывайтесь на телегу, друзья, потому что вчера я перешутил эти анекдоты все. Мортал Зелдер. Спасибо большое, Мортал, за 22-й месяц. Вот. Ты как Диабло Мортал Зелдер. Вот, спасибо. Так. Значит, вчера был понедельник. Мы играли в Веск Даск Фоллс. Вот. Название игры, конечно, так звучит, как будто я поперхнулся анчелсом. То есть так... Веск Даск Фоллс! Ну, то есть совершенно неблагозвучно, но тем не менее. Мы играли вчера в Веск Даск Фоллс. Прошли половину. И сегодня будем добивать оставшуюся половину. После чего мы отправляемся на Васт. Эту фазу вы не пропускаете. Вы приходите туда. И буду залипать в то, как ты стремишь эту интересную игру Кэпа. Да. Придется сегодня отложить все дела на потом. Сегодня только вторник, друзья. Ха! Еще можно ничего не делать. Вот к пятнице, ну, в четверг уже можно начать трястись, да? В пятницу так и быть. Ну, в пятницу уже лениво что-то делать. Конец недели. Поэтому на следующей неделе сделайте то, что хотели. Ведь так... Спасибо, что пришли. Ловите гуси по имени Байден. Спасибо. Так, сегодня я буду много чихать и сморкаться. Но это все дело десятое. Просто аллергия пошла в полную, так сказать, силу. Мы вчера играли в S-Dusk Falls. Прошли половину. И сегодня оставшуюся половину добиваем. После чего мы отправляемся на Васт. И там играем в Freeride, так сказать. Вообще планируется League of Legends с Викой. Но если закончим раньше, то, может, успеем еще Fall Guys. Например, или еще чем-нибудь заняться. Это все, в общем, будет ясно к тому моменту, как мы завершим S-Dusk Falls. Это игра в жанре интерактивного, не знаю, комикса. Пускай будет так. Привет, Арчи. Помнишь, ты делал видео в Вау Классик год спустя? Итоги. Будет ли такое же видео про БК Классик? Да нет, потому что ничего интересного особо за этот год бы не произошло. То есть, понимаете, в Вау Классик это было событие, анкиражские врата, вот это вот столько всего. БК это уже так, знаете, пройденный этап. Вот Лич Кинг, ну, чисто для хайпа можно попробовать что-то поделать, когда будет он выходить. Но глобально это то же самое. Вов Классик был в центре внимания. Да, это сложно представить, но Лич Кинг в тени Классика находится. Хоть он и хайпанет, возможно, даже сильнее. Орк снова будет отдавать часы кому попало? Вчера, вы не представляете. Васт не работает без ВПН, так что нет, я не приду. Нет, ты включишь поганый ВПН и придешь на Васт. И все. Вот, я решил твою проблему. Жду на Васте. Так вот, значит, вчера, в общем, краткий пересказ. Ну, не всего сюжета, а именно события, которые привели к проблемам. Чат отдал часы одному персонажу и из-за этого заруинил нам всю игру буквально. И превратил одного из героев в маньяка-убийцу, между прочим. В маньяка, серийного убийцу, понимаете? И я до сих пор, я сегодня плохо спал. Мне сегодня во сне, как в очень странных делах, постоянно снились часы, которые делали... После чего появлялся огромный костлявый дед и насаживал меня на что-то там, ломал мне ноги, руки. Но это неважно. Суть в том, что вы часами своими испортили все. Нет, я двигаю ногами, это нормально. Вот, смотрите. Показываю. Вот я вот так сижу и вот так вот двигаю ногами. Так вот. Это нормально. Это вполне естественно, когда ты вот так двигаешь ногами. Это нервная фигня. Вот. Как только я буду... Тебя мы уже не отпустим. Господи, господин ломтемп, ты даже переключал, перекричал компрессор. Спасибо огромное за подписку на бусте. Не знаю, или это переподписка на бусте. В общем, в любом случае... Мартини. Мартини. Спасибо за подписку. Лич Кинг не будет делать обзор на Лич Кинг. Нет, на Лич Кинг-то я сделаю обзор. Я имею в виду, буду ли я делать Лич Кинг год спустя. Мы же в контексте год спустя. Просто БК я не вижу особого резона делать год спустя. В одной серии сериала про серийного убийцу «Сорок минут». «Сорок минут, запомни что». Что такое бусте? О, наконец-то вопрос, на который я могу ответить. Так, штаны подтянул. Значит, ребята, многие спрашивают. Аркадий, что такое бусте? Рассказываю. Бусте – это русская площадка по типу Патреона, благодаря которой вы можете поддержать вашего любимого стримера или блогера, или телеграммщика, или, может быть, еще кого-нибудь. И знаете, что? Вам так повезло. Я как раз в себе сочетаю все эти личности. И блогинг, и стриминг, и телеграмминг. Ух! И все это вы можете поддержать на бусте, потому что сейчас YouTube ничего не платит, Twitch ничего не платит. Вот. И поэтому, как бы, вот, немножко грустнее, чем раньше. Но если вы свою доброту хотите проявить таким образом, то вы очень поможете. Так что подписывайтесь на бусте. Да. Восклицательный знак бусте. Ссылки там все есть. Восклицательный знак кто? Я вам просто запрещаю спамить. О, опять скрытая интеграция за чемоданы. Чемодан-то от вас я получаю уже. В смысле, что вы меня обвиняете в чемоданах, которые сами же мне и даете? Что это за ерунда, чат? Все-таки, ага, чемодан. Так чемодан-то от кого? От вас, блин. А есть еще чемодан от вас, блин. Но это попозже обсудим. Продался зрителям. Такс. Бусте также без VPN не работает. Ой, на все. Тогда на Twitch подпишись. Вот Twitch у тебя точно работает. Но сейчас ты и тут найдешь отговорку, да? Давай, вот посмотрим. Все, у него отговорка на все есть. Это не работает, там не работает. VPN какой-то включить. Да у каждого уже есть. У ребенка есть VPN. Раньше, чем соску ему покупают уже VPN. Орк, привет. Очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, какой у тебя кондей. Заказывал или в магазине покупал? Да хрен его знает. Какой-то Panasonic. Вот. Просто на сайте нашел. Заказал. И все. Я ваду часы, но у меня VPN не работает. Что такое VPN? Блин, короче, надо рекламу VPN. Надо найти какого-нибудь оператора VPN и рекламировать VPN. Все, я понял. Я понял, что вам нужно. Какая реклама для вас будет полезной? Куар Каша, что за CSGO? Да никакого CSGO. Мы играем в S-Dusk Falls. Это даже звучит непохоже. S-Dusk Falls. K-S-Goals. Блин, похоже звучит. Ладно. Суть в том, что мы играем. Вернее, вы играете. Это интерактивный кинсо-слэш-комик. В 65 гармонично объединяются энергии чисел 6 и 5. Логично. Правой нитью через общую вибрацию проходит мастер-число 11, которое получается при сокращении 65 равно 6 плюс 5 равно 11. Даже ни единый математик на планете Земля не будет спорить с тем, что 65 равно 6 плюс 5 равно 11. Так что спасибо большое, Люцем, за этот урок. Я слишком сильно люблю тебя. И гармонично приветствую тебя. Я очень люблю имя делиться оргсмарт. Ну, ветеран разврата, ну извини. Потому что ты просто не начинал еще. Ты вот сначала доформишь сапку за 130 на бусте. Ты такой, а я что-то почувствовал. Что-то вот изменилось внутри меня. Такой, ну-ка попробуй 260. Оооо. А теперь попробуй за 650. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я выпал в осадок, ведь я вижу риса батут. Забрал подарок в Lost Ark по баннеру в описании. Так, в смысле, у меня что, до сих пор баннер Lost Ark в описании? Спасибо большое, Денис, Виловгеймс, за бизнес-подписку. Вот. Так, это твой канал на Возде, но не думает, что мы подсматриваем. Так, Хоркпот. Господи, какого хрена? Стриму сто лет было. До сих пор этот баннер не убрал. Жесть. Боже мой. Что за позорище? Так. А, подождите, я же залогинен и в опере. По идее. Да. Капец. А Денис Виловгеймс забрал. Это мне, это что? Это доплата получается. Это доплачивать должны, Mail.ru выходит. Да. Четыре раза писал Карл. Четыре раза. А надо было один раз переподписки написать. Вот как Денис сделал. Боркоподарок забрать можно? Все. Никаких больше подарков. Смотрите, подарок, единственный, который теперь вам доступен, это чувство удовлетворения от подписки на Бусти. Бусти! Там такое оповещение. Давайте. Поехали. Mail.ru не существует же уже. Ой, да вот это вот переименоваться, это не значит, я до конца веков буду так говорить. Только на интеграциях я буду говорить. My Games выпускает новую игру. Ну, потому что они же просят говорить правильно. Но для себя я буду говорить Mail.ru. Никуда не деться. Сколько чемоданов потерял из-за этого. Да вообще ужас. Я даже не задумывался на тему того, сколько реально чемоданов было сейчас утеряно. Я думаю, почему они больше не обращаются с рекламой. Они просто увидели, что я не убираю баннеры. Такие. А-а-а. Теперь у ворка висит баннер. И пока он висит, мы халяву рубим регистрации. Так что вот так вот. Поэтому, черт, я потерял сам свои средства. Ну, ничего. Потом я, знаете что, я придумал. В следующий раз я вот так вот сделаю. Я приду на конференцию, где будут рассказывать про бренд стримера, личный бренд. И я все расскажу, всю подноготную, наконец. Потому что вот эти вот лицемерные люди, которые там сидели. И которые говорили, что для того, чтобы начать стримить, нужно ничего не иметь. Ну, телефон и все. Я такой, ха. В смысле? В смысле просто телефон. Чел. Чел. Ты хоть знаешь, ты хоть знаешь, куда ты лезешь. Ты знаешь, какой входной порог в стриминг. Только Денису хватило духа сказать 100 тысяч. И то этого мало. Что 100 тысяч? Тогда их только компьютер купишь. А камеру? А микрофон? А всякие приблуды в дальнейшем, которые понадобятся. И что это что? С неба упадет? Вот так вот. Сидели, сидели два телефона. Ну, можно, кстати, на первое время вместо камеры использовать телефон. Так что можно использовать телефон. Так ты же без камеры стримишь. Алло! Алло! Может быть, что-то не видно? В смысле без камеры? Может быть, она сломалась и не показывает мое лицо? Но Денису тоже не хватило духу сказать истину. Что стриминг начинается с 500 тысяч инвестиций. Все это знают. Поэтому как-то так. А потом сидишь с двумя зрителями. Именно. Это подписчик на Пусти. Тебя мы уже не отпустим. Верагант! Спасибо большое за подписку на Пусти. И... Смотрите. Чудо. Подписчик на Пусти. Тебя мы уже не отпустим. Да! Пиво нахрен с протеином подписалось на Пусти. На Тир 3 сразу. Пиво, блин, с протеином. Подумайте об этом. Да это же просто бомба. Это и вкусно, и получается полезно. Погнали уже. Да мы время тянем, потому что я анонс дал на 16.10. А в итоге... Охренеть, мы 20 минут уже сидим. Я думал, мы минут 10... Ладно, все. Я давал анонс на 16.10. Так что теперь уже начинаем играть. Мы все обсудили. Пиво, протеин, скам, стриминг. Все. Все. Анонс был дан. Все. Кто не успел, тот будет смотреть повтор. Поехали. Режим трансляции. OrgPod. Сейчас подключится. Успешное подключение к вашему каналу. Мобильное приложение. OrgPod. Начать. Так, мы остановились на том... Я не помню. На чем-то, короче, мы там остановились. Оповещения приглушены. Это кинсо. Так что смотрите как фильм. Чилите. И делайте выборы. А я-то уж как чилю. Так вообще просто отдыхаю. Я даже не знаю. Каждый раз вот на такой стрим прям приятно идти. Ты такой собираешься. И думаешь, эх, блин. А, черт, он меня до сих пор учит, как играть. Да. Люблю, когда Org говорит, приходите тогда-то, а сам запускать на 20 минут раньше. Так все, кто пришли сейчас, к времени анонса, сразу увидят игру. Итак, у нас вторая часть. Вторая книга, как тут написано. Мы прошли первую, теперь вторая. Часы. Твою мать, опять часы. Только начинаем и сразу по больному. Прежде чем я пришла в бассейн, я пробовала бегать. Это Вика Картера. 5 километров. 10. Не помогало. Это сморкаюсь. Хоть беги со всех ног. Хоть всех обгоняй. Твоя тень всегда рядом. От себя не убежишь. Но я бегу не от своей тени. Так, я сейчас еще одну хрень попробую. Вот еще чуть-чуть уменьшить. Музыку и звуки. Чтобы прям голос, прям вот на переднем плане был. А то прям до него не достучишься, как будто. И бежит он гораздо дольше меня. Во, вот так идеально. 30 мая. Где-то рядом шоссе. Ну, хоть не ЛДЖЕЙ. Ха-ха! Вот это было мощно. Плохие новости. Упс. Джей, гони! Туда! Налево! А, да. Все. Я не сплю. Здесь иногда надо работать. Так, помните. Ваша задача писать в чат. Там 1, 2, 3. Здесь же ни хрена не видно. В том и суть. Да не... Глуши мотор. Да не сейчас. Я сказал 1, 2, 3. А вы 1, 2, 3 пишите. Спасибо кому-то за подарочную подписку на бусте. Судя по всему, огромную. Ее активировал некий, господин Шелби. Спасибо. Так, вот теперь ваш выбор. Встать на сторону Маф, встать на сторону Тайлера. Хватит спорить. Давайте, выбирайте. Кем вы будете вот этим вот сопляком, который такой, ну да, мам, право. Или все-таки скажите, я уже взрослый человек, поэтому буду на стороне Тайлера. Опять не то. Нашли время ругаться. Эй! Я хочу к папе. Сперва ограбление, потом автобус до Мексики. Мам, мы пытаемся исправить одни ошибки, совершая другие. Тайл так и остался там лежать. Мы... Мы его просто бросили. Давай поговорим с глазу на глаз. А ты следи за ней. Так, у нас все пошло наперекосяк, я это понимаю. И до конца жизни буду виниться... Ты что делаешь? Не надо. Не хочу тут сидеть. Отпусти меня. Все возможное, чтобы выбраться и жить дальше. Что я с ним теперь сделаю, мам? Развилка. Здесь ей лучше отпереть дверь. Так, чат, не страдайте фигней. Там лес нахрен, ее сожрут драконы. Вы что, не знаете, кто водится в лесу? Давайте, здесь ей лучше. Здесь ей лучше. Не смейте отпирать... Не смейте отпирать дверь! Я не хочу применять власть! В лесу опасность. Фух. Со мной тебя никто не... Молодцы, спасибо. Не бойся, ладно? И не говорите потом, что я вас запугиваю. Мы поедем в хижину. Осторожно. Надо успеть на трассу, пока вертолет не вернулся. Пилсакому прострелили ногу. Никому не рассказывал о хижине. Он даже мне о ней не говорил. Байк у него там, наверное. Еда должна быть. Видишь? Я же говорю, не все так... Ой, какой же этот неудачник. Я прям не вакусь его. Дверь заклинила. И не вытащить. Они там погибнут. Слышишь? А, черт! Нас нашли! Их придет заставить! Уходим, уходим! Подозреваемые бегут на теле. Продолжаем преслед. Да, герой, знаете, просто на 10 из 10. Вот, нас забыли. О, Господи! Зои! Ну, только не сейчас! Помоги! Тихо! Спокойно! Сейчас мы выберемся! Так, мы можем отстегнуть ремень, открыть дверь, поискать под седением или осмотреть бардачок. Ну, отстегивать ремень тупо, ведь он это не смог сделать. Я сказал, отстегивать ремень тупо, ведь он не смог. А я... Для кого я громче, может, надо говорить? Нет, давайте, давайте не будем слушать Орка, да? Давайте сейчас будем отстегивать ремень. После того, как он не смог отстегнуть ремень. Это подписчик на Бусти. Тебя мы уже не отпустим. Голосуйте, голосуйте. Голоса учитываются, кстати, даже в режиме АФК. Финтир 41, спасибо большое за Тир 3. Финтир на Тир 3 сразу подписался. Спасибо большое за подписку на Бусти. Это большая поддержка. И в честь тебя мы откроем бардачок. Давай! О! Так, есть. Интересно, вот они рисовали их, или это фотки актеров, обработанные фильтром? Вот просто любопытно. Обработанные фотки. Мне тоже кажется, что... Фотки. Хватайся! Я тебя вытащу! Слишком геморно было бы все это рисовать. И слишком тяжело. Вряд ли кто-то вывез бы такое количество рисунков. Мам! Тайлер! Все хорошо. Опасность миновала. Ты стрелял в моего папу. Я видела. Слушай, это было нужно, чтобы его защитить. Понимаешь? Нет. Как это защитить? Просто моя семья поступила бы с ним хуже. У тебя плохая семья. Они всех обижают. Знаю, или у них не было выбора. Такие варианты. Потому что там у вас чат немного загораживает. Только не оправдывайте, пожалуйста, его семью. Она бесит. Я ее терпеть не могу. Высоком лучший герой игры. Все остальные тут прям отстой. Да, я знаю. Мне правда ужасно жаль. Но ты ведь мог их остановить. Разве нет? Если бы все было так просто. Давай-ка уйдем с дороги. Тут опасно сидеть. Так, сбежать от полиции или отвезти? Я бы драпал. На самом деле, нечего тут рассиживаться. Да, в смысле, какое безопасное место? Он только что ее подверг опасности. Она чуть не умерла. Что вы? Хватит на этого героя рассчитывать. Он безнадежен. Он бездарен. Идем. Отойди. Слушай, здесь опасно. Отпусти. Все будет хорошо. Может, не сразу после такого-то, но обязательно будет. Я тебе обещаю. Вроде там кто-то пробежал. Так они ее так и находят в любом случае. Вообще, выбор без выбора. Так, ну ладно, хотя бы они разделились. И то хорошо. Если лошадь взбесилась, остается только ее убить. Мне реально кажется, что это актеры с Хэви Рейна. Вот. Зря мы вообще его взяли. Эй, а может в хижину? Посидим, нюхнем. Где она? Почему я не могу ее найти? Хижина. Я хочу. Я хочу воды. И дубляж, что да, и дубляж совпал. И актер совпал, и дубляж. На краю света стоит всеми забытая улетная крепость. Все, кто ее искал, ушли и не вернулись. Все, кроме одного юного храбреца. По имени Эшуалима. Мир восхищается его отвагой, благородством и... И прической. Привлекательность, сила, находчивость, решительность. Прической. 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 Так, чат топит за привлекательность. Вы даже не знаете, кто это говорит. Но вам надо вставить свое слово, да? Да. И невероятной красотой. Так, продолжилось его приключение. Так, да, да. Да. Двумя месяцами ранее. Прикиньте, я твил саком. Он за два месяца вырос. Мутант. Шима, смотри. Я комикс про крепость нарисовал. Ну, которую Райан в лесу видел. Да выдумал он все. В Аризоне нет крепостей. Нет, правда. Он с папой в поход ходил. Там у подножия гор есть скала, похожая на акулий зуб. И там была крепость. Я просто подумал. А может мы сами пойдем ее поищем? Возьмем палатку, устроим поход и, ну, там, не знаю, еще что-нибудь прикольное поделаем. Обычно это намеки на интим. Но в данном случае это было бы странно. Но сделать тарзанку, разжечь костер, смотреть на звезды. Конечно, на звезды смотреть. Кто будет делать тарзанку? Это вообще... Да кто такое слово вспомнит? Смотреть на звезды. Будем с тобой вдвоем смотреть на небо и загадывать желание, когда звезда упадет. Если хочешь проветриться, можешь на велосипеде покататься. И заодно почту захвати. И в эти выходные никак, потому что я... Занята. Все ясно. Как всегда. А вот папа бы точно со мной пошел. Понятия не имеешь, каким оказался твой папаша. Ну да. Конечно. Как скажешь. Я пошел. Как скажешь. Ты смотри осторожно на дороге. Скоро стемнеет, а у тебя фар нет. Заодно почту захвати. Да, тяжела жизнь. Да пофиг мне на почту. Охренеть он бунтарь. Он не взял почту. Чел. Вижу грозовую точу. Набираю высоту до 30 тысяч футов. Спасибо, архирипер, что до сих пор пользуешься. Подарочный от Криадха на много месяцев. Гора. Срочно набираю высоту. Я бы ради прикол не нажал. Но я хочу, чтобы мне говорили, что у меня идеальные рефлексы. Но дальше приключение будет пешком. Внимание, зона охоты. А, он еще и в зону охоты пошел. Он маленький супер гений. И обожает изобретения. Нет. Что-то тут не так. Вот, мам. Если бы ты не была вечно занята и пошла бы со мной, мы бы давно... Что ж, наверное, не надо по школьному дневнику ориентироваться в пространстве. А прикиньте, сейчас найдет труп того чувака. Вот это был бы поворот. Ну, пап, на похожем месте сидит. Вполне возможно, что найдет. У меня вроде была еда. Это в прошлом так. О, моя сладкая. О, моя сладкая. Съесть или приберечь? Чет, но у него аппетит. Очевидно, надо съесть. 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 Что вы... Вы что за посадим? Хомяк, что ли, за щеки набивать? Зачем приберечь-то? Я не понимаю. Ну, вот чет. Лучше подожду. Легко. Без проблем вообще. В смысле, без проблем у него живот урчал? Есть кто? Это еще кто? О, черт, о, черт, о, черт. О, черт. У меня конец. Это же батя. Ласково заговорить, напугать, убежать. Так, че-то решайте. Кинуть шоколадку. А, вот шоколадка-то для чего? Я выбираю этот вариант. Конечно, че-то была моя идея. Кинуть ему шоколадку. Я же так и знал, что она поможет. О, кабан. Вот. Возьми. Ну, пожалуйста, съешь. Изя затащил. Вопреки чату, который все руинил. Мог кабанас есть. Подкрался бы сзади, пока тот ел шоколадку и такой, ах. У скалы похоже на акулий зуб. Нашел! Надо попить и согреться. Пиво! Осуждаем. Все-таки несовершеннолетний. Или он совершеннолетний в теле. Или он хоббит. Так, выпить воды. Проверить люк. Проверить ловушку. Что? Чтобы сразу пить воды-то, а проверить ловушку. Вдруг она заряжена. Твое лицо, когда попил. Что? Что? Согреться. Смотреть пиво. Осматриваем пиво, чат. Не надо никакой стол. Смотрим, что тут загашники. Что в мини-баре? Всегда, когда приходите в отель, первым делом смотрите, что в мини-баре. Прекратите какую-то ловушку дурацкую. Вот. Правильно. Я помираю с голоду. Ужас. Выхлебал тушенку вот так вот просто. В один глоток. Вот уже потекло по ногам. Хоть бы тут аптечка была. Говорил он, не ешь это тушенку. Все вокруг пива. Аптечка рядом с пивом. Тушенка рядом с пивом. А пацан не замечает главное основного блюда. Очевидно, лекарство от кашля нам нужно, чтобы вылечить ногу. Чат. Стерильная повязка. Ну. Давайте представьте, что это экзамен в ГИБДД. И вот та самая часть про первую помощь. А это вообще для чего? Кажется, он запихнул это себе куда-то. Два месяца спустя мотель «Сон в пустыне». Агент Брэдли, есть новости? К сожалению, в лесу мы их потеряли. Вышлите людей на поиски. И на радио позвоните. Пусть вся страна знает, кто такие холты. Принято. Повезло вам. Попало бы чуть выше, задело партерию. Я счастлив, что Зои цела. Как думаете, получится поймать этих холтов? Смотря как пойдет. В поисках главное первые сутки. Если ума хватит, могут и ускользнуть. Неуязвимый. Такую ачивку дали. Три часа спустя. Большой улок. Что-то там. Так, детские фотографии, семейный портрет или окно, или рюкзак. О, рюкзак, конечно же. Рюкзак, вариант 4. Рюкзак. Рюкзак, че рюкзак, че же там в рюкзаке? Там же так интересно узнать, что в рюкзаке. Давайте посмотрим. Лучше не вылезать. Ну и что, от чего вы добились? Может быть, все-таки рюкзак, вариант 3, рюкзак. Как же интересно, что в рюкзаке? Какие к черту детские фотографии семейный портрет? Это редко, когда есть рюкзак. Какого черта? Вы опять? Что семейный портрет? Что вы на нем увидите? Семью? Рюкзак? Да. Рандом выбрал. Что ж, ладно, это было тупо хорошо. Вариант с рюкзаком полный отстой. Не выбирайте его. Давайте что-нибудь другое. Ну все, чат, остались только детские фотографии. Ну давайте. Вариант 1 или что-нибудь еще может быть. Слушайте, давайте у них заберем часы. Вдруг у них где-то есть часы. На счастье. Как же он дышит. Эх. И че, и все, тут больше нечего смотреть. Чел, а, письмо. Письмо о чат. Давайте, хотя бы один голос. Два, три. Всего, всего 10 человек про письмо узнали. Католическая школа Бриджли. Уважаемый мистер Дорланд. На этой неделе Ванесса снова была поймана на курение. Мы отстранили от занятий. Напомните ей, что богохульные надписи не круто, с уважением, декан. Закончи чтение. Да вы рофлите, я даже не успел прочитать. А вы уже заканчивайте. Глиняный домик. Это лесная избушка. Моя мама такие собирала. Только не урони. Так, ну вот мы ему и подругу нашли. Это ты меня нашла? Да, выглядел ты неважно. Все про какую-то хижину бормотал. Ты что, заблудился? Нет, я... Меня машина сбила. Где? В лесу? На трассе. Я, наверное, головой ушибся и пошел. Ого! Ничего себе! Может, позвоним 911? Я бы сама тебя в больницу отвезла, но мне нельзя за руль. Не надо! И по карману. Не люблю врачей. Это ни к чему. Чат, ну, очевидно, надо выбирать это ни к чему. Потому что если вы перед девушкой скажете, что вам не по карману... Да вы что тут с ума сошли? Кем она вас будет считать после этого? Шатным... Эээ... С крягой? У моей семьи нет денег на лечение. У вас что, страховка нет? О, боже, мы даже без страховки. Просто... Все равно придется платить. Сама понимаешь. А нам нечем. Хорошо, хоть ты живой. А то поначалу я сомневалась. Ну и кем мы себя выставили? Кто мы теперь? Эй, ты как? Ты же вдруг научился. Я? Ну да, в старших классах. Пока не бросил. А, точно. Ты еще на обеде всегда один сидел под тем кривым деревом у парковки. Под можжевельником. Да, точно. Как говоришь, тебя зовут? Я в... Я в... Значит, Дин, я Ванесса. Слушай, можно я пока тут посижу? Что-то голова совсем мешать не буду, честное слово. Да я-то не против. Вместе веселей. Главное, чтобы ты ушел до восьми, а то папа на собой их прибьет. И предупреждаю на всякий случай. Я одному уроду так по яйцам вломила. Что он реально язык проглотил. Это не мне. Я учту. Держи. Шмотки старые, но чистые. Спасибо. Так это... Почему ты школу сменил? Надоело, что миссис Кэмпбелл такая истеричка и всех доводит? Я не сменил. Я бросил. Я тоже оттуда ушла, кстати. Перевелась в католическую школу. Очень хотела, чтобы мне диктовали, в чем ходить и о чем думать. А ты почему? Так, чат, вы должны ее развести на... Ну, короче, они все... Сколько лет? Короче, все совершенолетние. Вот. Поэтому разводите их. После 16 уже не нужно. Что? Да ему 25, ей 24. Все, взрослые люди. Мне кажется, с 16 лет в школу можно не ходить. Ну ладно. А как же образование? Я и так учусь. В школе жизни. Ну вот, так намного лучше. Ви-ви, где мой сэндвич? Уже иду. Кто это? Бабуля моя. Ты есть хочешь? Бабуль, ты ведь хорошо сегодня будешь себя вести? Погоди, я сигареты забыла. Ты курить давно бросила. Правда? Ага. Появились новые детали о перестрелке в мотеле с пустой. Увестно, что один из преступников был убит на месте. По подтвержденным сведениям, еще трое до сих пор на свободе. С ветчиной и сыром подойдет? Ага. Только не с этой гадостью плавленной. Убитый был опознан как Дейл Холт, житель округа Турок, ранее судимый за грабеж. Не выключайте чат, не палимся, не палимся. Если вы выключите, все подумают, ну и псих гребаный, точно с ним лучше дел не иметь. А мы напомним вам любовный интерес отныне. Предположительно, остальные подозреваемые его родственники. Бабуль, у нас гости. О, видите. Добрый день. Погоди, узнаю этот голос. Боже правый, ты вернулся. Это же ты, Мэти? Да, отвечайте я. Да, это я. Все нормально, я все продумал. Да, это я. Нормально будет. Нормально. Поверьте мне, поверьте, доверьтесь мне хоть раз. Да чат, блин, опять мне придется смешиваться. Да, это я, я же говорю. Да, это я. Хватит, дайте я просто сижу, смотрю кино. Привет, бабуль. Я скучал. Мой милый внук, где ты пропадал столько лет? Ну, я... Ездил учиться по обмену. Жил в другой семье. О, давай помогу. Ну, Мэтт, а чем ты занимаешься там, в другой семье? Просто интересно, раз уж тебе не надо в школу ходить. Так, охотиться и рыбачить, помогать по дому. Подработка. Подработка, это звучит по-взрослому. Знаете, вот это вот. Если у тебя, если тебе 16-17, есть подработка, все такие, блин, хрена. У тебя, у тебя есть подработка, а он такой взрослый, такой классный, и все сразу слюнки пускают. Слюнки пускают. И как тебе? Да нормально, хоть дома не сидел. Мама говорила, надо зарабатывать, так что не поспоришь. Ну, в смысле, мама в той семье, где я жил. Жесть, тебе же нужно работать. По закону можно с 16-ти, а мне 18. Мэттью, отец тебе такую выволочку устроит. Нечего было пропадать так долго. Да ладно, это еще почему. Знаете, как ему тяжело с тех пор, как вашей мамы не стало. Вы, молодежь, не представляете, что это такое. Ты всегда его защищаешь. Не надоело? Пойду послушаю, она написала убийство. Рада, что ты дома, Мэттью. Раньше она была моим кумиром. Гоняла на мотоцикле, занималась карате, а теперь не помнит, куда положила штаны и как их надевать. Мэтт, Мэттью, кто он? Мой брат на машине разбился. Я говорю, как он? Ну да, в принципе, логичный вопрос. Какого хрена? Вот представьте, живете всю жизнь, а потом оказывается, что ваш голос один в один, как у Мэттью. Ну, не надо сочувствовать. Спросите лучше, что... Ну, ладно, мы же должны показать себя. Жесть. Сочувствую. Я уже смирилась. А бабуля все никак не запомнит. Я тоже брата потерял. Недавно. Как это вышло? Его застрелили. Ого. Жесть. Кошмар, конечно. Ну да. Слушай, ничего, если я пока почитаю? Скоро экзамены, а я даже не начинала готовиться. Могу помочь с уборкой? Да, пожалуйста. Правильно, что ты школу бросил. Вот скажи, пригодятся нам знания о том, как изменилась президентская власть при Эндрю Джексоне? Это вряд ли. Мне тоже не пригодились эти знания. Я их и не знал даже. Так. Он меня гнобил. Он меня защищал. Давайте защищал. Нет. Как-то не знаю. Отвечайте, как-то не знаю. Потому что гнобил, значит, он слабый. Защищал, значит, он слабый. Да ну блин, сейчас вы выставляете себя слабым. Слабым. Вы же хотите... Да ну в смысле? Что вы творите? Не знаю. Хорошим человеком его трудно назвать. Он меня не особо любил. Вечно унижал по-всякому. Пожалуйста, нюня. Это лучше, чем бухой отец. Но с ним все равно тяжело было. А отец часто пьет, что ли? Ну да. Пил. А теперь лежит в больнице. И не факт, что выживет. Да уж. И у тебя жизнь не сахар. А что с ним случилось? Несчастный случай. Он повесился. Да, знаете, вот повесил... А, ну ладно, вы решили такие, типа, искренними быть, да? Ну, хрен ли, надо любой первой встречной рассказывать о том, что ваш отец повесился. Ну, не конкретно ваш, а в игре, в смысле, вы поняли. Он повесился. То есть, попытался повеситься, а я помешал. Господи, Дин. Так нельзя говорить. Но иногда я мечтаю, чтобы мой папа... Ну, чтобы он тоже умер или делся куда-нибудь. Да ладно. Ты ведь это не всерьез? Ты просто его не знаешь. Он прям диктатор. Почему не сбежишь? Он настолько плохой. Семья иногда напрягает. Небось, он просто ей не разрешает после трех ночи шуметь. Он такая, блин, он диктатор, такой диктатор. Да в смысле диктатор? А ты не думала просто забить на все и уехать? А куда мне уезжать? Не знаю. Куда-нибудь подальше. В том-то и дело, что некуда. Да, извини. Что-то меня занесло. Слушай, а поможешь мне готовиться? Ну, в этом от меня никакого толку. Да нормально все будет. Двоем зубрить всегда проще. Ну ладно. Давай. Эм, Миннесота? Нет. Вайомин? Мимо. О боже, сдаюсь. Аляска. Больше трех миллионов акров охраняемых природных заповедников. Уступает только Канаде. Покажи. Ладно. Теперь ты. Чего? Нет, я же... Какой президент в 1906 году подписал законопроект об исторических памятниках, основал лесную службу и открыл пять нацпарков, в том числе Гранд Каньон? Джордж Вашингтон. Сейчас. Я что-то такое вроде по телеку видел. Джей, Линкольн, Джефферсон, Клинтон, Кеннаде. Так, не Кеннаде, слишком поздно для него, Рана. Не, Линкольн, слишком поздно для него. Клинтон, это я вообще не знаю кто. Рузвельт, это Рузвельт. По-моему, Рузвельт. Так, а который? Теодор, Франкельн, Роберт. Так, значит, смотрите, это... Теодор, это Теодор Рузвельт. Теодор. Конечно же, Теодор. Ну, естественно, я американскую историю знаю. От зубов отскакивает. Теодор. Теодор. Обалдеть. Откуда ты знаешь? Так это ж классная история. Короче, рассказываю. Был один натуралист, Мьюр. Он как-то пошел с Рузвельтом в поход и там уговорил его сделать новый закон о защите природы. Вот Рузвельт и сделал. Жесть, вот эта история реально огонь. Крутейшая вообще чума. Ого! Может, экзамены за меня сдашь? Нет. А жаль. Сама я точно не сдам. Ну и что? Экзамены ведь не главное. Зато ты умная и... Ну, в общем, это и так. Ничего себе. Дин, мне очень приятно. Черт, он сегодня рано. Дин, скажи, что ты из школы. Что нам сказали вместе готовиться, потому что так эффективнее. Привет, пап. Я думала, ты сегодня допоздна. Что-то я машину дома не видел. Это кто? Это Дин из школы. Ну, здравствуй, Дин из школы. Здравствуйте. Ну что? Молодцы, раз уроки делаете. Дин, напомни-ка мне, из какой ты школы? Броудвелл, мне кажется. Бриджли, Броудвелл. Кто-то слушал, что она говорила вообще? Кто-нибудь слушал, что она говорила? О, нет, надо было слушать. Бриджли, вы уверены, это ваша руина будет? Из Бриджли. Правильный ответ. Дин новенький. Вот нам и сказали вместе готовиться к экзаменам. Допустим, но ты не спросила разрешения. Ну, так тебя же дома не было. И я пойду. Никуда ты не пойдешь. Я хочу знать, с кем водится моя дочь. Выкоп? У меня охранная фирма. Они банки охраняют. Хотя у нас уже лет сто банки не грабили. Ванесса, хватит. Ну, до скорой это изменится. Вы ведь уже слыхали о перестрелке в мотеле на шоссе 66? Да, точно. По радио говорили. Промолчать я предпочитаю, знаете, тут не вмешиваться, понимаете. Все-таки, все-таки, тема, тема такая. Мы в школе, я был в это время. Откуда я знаю, что там происходило? Это же вы в школе. Ну, надеюсь, их поймают. И я тоже. Их до сих пор ищут. Ничего, скоро у ФБР будут готовы фотороботы. И этих холтов по всей стране покажут. Джейсон! Иди сюда, помоги! Иди занимайся. И надо спрашивать разрешение, прежде чем кого попало в дом водить. Прости, пожалуйста. Мне правда лучше уйти. Не надо, подожди. Ванесса! Где ее плеер с книгами? Сейчас. Наверное, в туалете остался. Так. Остаться. А где остаться? Если хочешь остаться. Останься просто так. Пусть тебе приснятся сны. Ну... Не молчи. Балишься. Я не хочу. Я хочу остаться. Ча, сделайте что-то. Ты у нее в ящике с бельем не смотрел? А с чего ему быть в ящике для белья? У нее спроси. Мне... Это... Мне надо идти. Домой пора. И мне уже намного лучше. Правда. Спасибо, что хоть попрощался. Ты спасла мне жизнь. Не знаю, как тебя благодарить. Ты мне еще поможешь готовиться? Ну, как-нибудь за чашечкой кофе. Не руиньте. Было бы здорово. Конечно. Я хоть и забыл, как ее зовут. А, Ванесса. Ванесса. Благодаря титрам я вспомнил. Ванесса. Твое имя как эспрессо. Бодрит. Мое песо. Спасибо. Всегда хотел попробовать модный кофе. Класс. Давай я тебе свой номер запишу. Звони лучше в будни. Он почти всегда на работе. Так, ну и что променял прекрасную, замечательную девушку на очередные хождения в лесу. А знаете, кто в этом виноват? Чад. Кто все заруинил двумя месяцами ранее лесная хижина. Джей, ты здесь? Так, быстро думайте спрятаться за дверью. Гениально. Прямо за дверью. Он открывает, а мы такие прячемся и все. Давайте за дверью. Ну под какой кроватью? За дверью же классно. Это работает в 90% случаев. Типа открываешь, хоп, он же не будет смотреть за дверью. Самое логичное. Давайте. Подъем, развеска этих в кладовке. Так ты не джей. Крысок, иди сюда. Что здесь забыл? Говори. Чад. Ну чего, ничего доверить нельзя. Ой, господи. Ну вы даете, ну вы даете, конечно. Я заблудился. Сейчас я вырулю все. Ну вам могутся, конечно, чат. Давайте. Я заблудился. Ох, не смешите меня так больше. Я заблудился. Я просто хочу домой. И совершенно случайно вышел на мою хижину. Откуда об этой хижине знаешь? А? Кто рассказал? Друг, друг рассказал. Пускай, короче, все на друга свалим. Неважно, вместо друга там кого-нибудь придумаем. Майк и Ник, они виноваты. Я правда никогда про нее не слышал. Вряд ли ты с этими сволочами спелся. Маловат еще. Но я же вижу, что ты мне сейчас врешь. Я не вру. Честное слово, не вру. Мне об этой хижине никто не говорил. Да, потому что никакой хижины тут нет. Я-то знаю, зачем ты сюда пришел, сучоныш. А покрасть меня хотел. Так, я никому не скажу. Я ничего не крал. Я вас не боюсь. Чет, вы руливаете. Это ваш косяк. А, то есть вы решили с ним на яйцах, да? На яйцах. У кого остальнее? Я тебя не боюсь, старикашка. Что? То, что слышали. Да, слышать-то я слышал. Смелый ты, парень, этого не отнять. Ты откуда будешь? Ну, мама наполовину Навахо, наполовину Маори. Я в смысле, где ты живешь, тупица? Ладно, плевать. А мамаша твоя в курсе, куда ее воришку занесло? Нет. Я ушел, а маме не сказал. И все равно на меня плевать. И никакой я не воришка. Меня как-то один пацан обокрасть попытался. А я приставил ему горлу нож. Этот самый нож. Не надо. Боишься? Как думаешь, что я дальше сделал? Отрезал что-нибудь. Давайте, на яйца. А, нет, вы врете, вы врете. На яйцах его. Вы врете. Вы врете. Ничего вы не делали. Вы на яйцах продолжаем. Сейчас он узнает, что, блин. Вы все придумали, чтобы меня напугать. По-твоему, я вру? Наглый ты засранец. Я ему сказал, что отпущу, когда отрежу от него кусочек. Причем разрешил выбрать, какой именно. Я ведь не такой уж негодяй. Палец или ухо? Теперь давай ты выбирай. Палец или ухо. Да в смысле, чат, ну и что теперь? Так, ладно, давайте подумаем. Мелкая моторика все-таки, возможно, важнее. Ну, то есть, если отрезать ухо, скорее всего, слышать то он не перестанет, просто немножко, ну, как бы это описать, изменится строение ушной раковины. Вот. Палец влияет на мелкую моторику. Может быть, мы хотим стать пианистом. Давайте резать ухо. 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 А это больно? Ухо, значит. А он сказал палец. Он сразу давай реветь, а я ему и говорю. Нет ничего хуже, чем обокрасть родного отца. А раз он мой старший сын, я должен привить ему уважение. Может, и жестоко, но меня самого батя точно так же воспитывал. Я ему объяснил, что потом еще спасибо скажет. Но он спасибо так и не сказал. Начал реветь и звать маму. Но я его и отпустил. Пап! Пап! Ты здесь? Слушай сюда, гаденыш. Еще раз тебя здесь увижу, ты знаешь, что будет. Беги домой к мамке и не оборачивайся. Беги уже, сопля. Видя чата, если бы палец, он бы отрезал палец. А на ухо он понял, что мы шарим. Что функциональность уха не особо пострадает. Пап, ты зачем стреляешь? И получается, мы переиграли его в этой игре. Ура! Дорога! Только б не сломал, только б не сломал! Выглядит как не сломал. Мама! Мама! Прости! Надо было сразу ехать домой. Лагерь приключений. Желаю вам, сыном, приятной поездки, мисс Уалима. Он очень обрадуется, когда узнает. Это же сегодня! Мама! Она хотела его в лагерь приключений. А он ее ненавидел. Давай! Ты сможешь! А! Давай, говорит он, орк. Ты сможешь нажать две кнопки. Что-то мне очень... Очень плохо. Нарвался на кабана, на пьяного мужика. В яму упал. Может быть, ему не стоит путешествовать? Может быть, он не Даша, путешественница? Может быть, он карта, которая всегда пропадает куда-то. И нельзя ее найти. Где карта? Где карта? Где же карта? О, Господи! Тебя вся полиция в округе ищет. Скажите маме, что я прошу прощения. Тихо, тихо. Сам все маме и скажешь. Ты как? Что с тобой стряслось? Ну, я искал одну крепость. Эш, ты о чем? Объясни, где ты был и что случилось? Так. Пуф, шемп, пуф. Да это был два месяца назад. Неважно. Выбирайте, что хотите. В принципе. Это уже ни на что не повлияет. Заодно мужика прижучим. Он думал, что он... Ну, чат, ну давайте, ну скажите про Хири. Ну, давайте, ну... Я ее не нашел. Упал. Заблудился. И все. Эш. 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 Все хорошо. Спокойно. Да это достижение Хижина? Что еще за Хижина? Все хорошо. Мы обещали молчать. Да не вы обещали. Чат, это игра. О, нет. Вот вы испалили всю Хижину. А сказали бы сразу, два месяца спустя, тот же лес. А что это там свет? Мать с братом? Повезет, если через шоссе переберемся. Про границу вообще молчу. Нас везде ищут. А что, есть другие варианты? У меня нет. Джей! Господи. Я думала, ты погиб. Куда вы исчезли? Все в порядке? Копов видели? Да все, блин, видели копов уже по сто раз. Что за глупый вопрос? Все в порядке. Очевидно, они вдвоем сидят. Значит, все в порядке. Значит, надо спрашивать, куда вы исчезли? Да, все в порядке. Сейчас чихну. Нет, не чихну. Когда я с машины вышел, и вас там не было, я думал, что мне конец. У них был вертолет. Мы петляли, но копы все равно... Я не верю, что ты выжил. Какого хрена было так подкрадываться? Ты там копов не привел? Я умею заметать следы. Вы придумали план? Ну так, в процессе. У Данте в блокноте записан номер банковского счета. И если я верно поняла... Это потом. Сначала нам надо в Канаду. В Канаду? На южной границе будет полно копов, так что едем на север. Вы же не любите холод? Не волнуйся, я тебя всегда поддержу. Ты же знаешь. Ну неправда вообще. Если по факту, то... То хрен там плавал. Вот, правильно. Выводим его на чистую воду. А то он такой... А я тебя поддержу. Ну конечно, ага. Мы уже видели. Он бросил его в машине. Вот Дэйл правда был мне братом. А ты... Даже не знаю. Я своих никогда не брошу. Семья это главное. Уже бросил. Я покараулю, а вы ложитесь спать. Завтра трудный день. Чего так рано проснулась? Я там мотоцикл немного подправил. Давай-ка обсудим эту твою Канаду. В Канаду мы не поедем. Двиня в Техас. У меня выглопат знакомый, он поможет пересечь границу. А зачем ты Джею наврал про север? Он с нами не поедет. Завтра отправлю его в Канаду, типа на разведку. Когда его поймают, нас уже тут не будет. Я не оставлю здесь Джея, подлый ты гаденыш. Мы и так Дэйла потеряли. Мало тебя. Думаешь, мне все это нравится? Думаешь, я вот этого всего хочу? Мы прекрасно знаем, что Джея ты не любишь. Но я же все равно его воспитывал. Я всегда все делал ради семьи. С 14 лет пахал. Да я... Я защищал тебя от отца, как только научился давать сдачи. Черт. Я всю жизнь думал только о других. О себе в последнюю очередь. 25 лет все терпил. Тайлер, ты ведь старший? Тайлер, ты должен быть за все и всех в ответе. Короче, мам, хватит уже. Я не собираюсь тонуть вместе с кораблем. На мотоцикле могут поехать два человека, а не три. И Джей с нами не едет. 25 ударов ножом. Нормас, нормас. Хороший, хороший брат. Ухожу. Я так не могу. Вы поедете, а я останусь. Ты здесь одна долго не протянешь. Не то что Джей. Он в этом лесу как дома. Да плевать. Если придется, здесь и умру. Нет уж. Мы все спасемся, потому что Джей поступит правильно и останется. Я знаю, что 28 чат. Но ему же 25 лет. Вот поэтому 25. Я адаптировал мем. Вы не поняли? Ладно, я останусь. Принимаем свою судьбу. А, вы решили, вы решили наоборот. Вы решили сыграть через... Вы на яйцах. Открывайся. Я не хочу быть один. Да ладно. Тебе же лучше одному. Как только ходить научился, начал убегать подальше. К тому же, ты нам должен. Должен? А ты глухой? Это ты украл у шерифа блокнот. Я же не знал. Вот именно. Ты же вообще не вникаешь. Отец... Я все всегда прощал. Ты же его любимчик. Только ты всегда в своих мыслях. Вот с первого дня, как мы тебя взяли. Что? Очень жаль, что твоя родная мамаша не подумала и не сделала... Тайлер! Замолчи! Что не сделала? В каком это смысле, родная? Охренеть! Охренеть! Тут такие... Эти повороты. Сейчас я в туалет... И вернусь. distribute паренность. Так... Реальет! Ну и да! Продолжение следует... 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 Если придется, я тебя застрелю Я не хочу, но если Все эти годы Все эти годы он издевался над вами А вы собираетесь Иначе клянусь я Вы представляете, у вас ярость Восемнадцати лет кипит Восемнадцати лет Джей, помоги Помоги У меня нога, нельзя падать Нет, брат Наступить на пальцы Прости, но у нас нет столько времени Чат, вы знаете, что делать У вас ярость восемнадцати лет кипит Восемнадцати лет ярость Подумайте об этом Да как вы смеетесь Опять Действовать поперек А предлагаемым обстоятельствам Джей, нет Не надо Ты бы правда меня убил Чтобы я молчал Да нет, конечно Я хотел в глаза тебе посмотреть Убедиться Что мы друг друга поняли Не поняли Как и всегда Да ладно тебе Мы же семья Помоги дойти до хижины А знаешь Неплохая была идея Я двину в Канаду Попрощайся за меня с мамой Джей 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 Вот Вот оно Вот она история Вот Наконец-то мне нравится Что получается Вот чат Вы правы Вы молодцы Все так Вот она Ярость восемнадцати лет Вскипела И молодая кровь Затмила старую Вот оно Это красиво Это манифико Это белиссимо Это просто восхитительная история Спасибо вам Вы сделали из постного кинца Прекрасную закрученную драму Вот это я понимаю Семейную Но не мелодраму Не историю про любовь Вот это вот все Нам плевать на эту Ванессу Самое дело Мы основное сделали Так Идеал Безопасность Стремление беречь окружающих И снижать риски Свойства Упорство Готовность бороться до конца И ни с чем не смиряться Вот оно Правильно Мы все с вами так сделали Вы молодцы Чат Стиль игры и рефлексы Ну это понятное дело Это я уже привык Так Джей Обед с Ванессой Вы проснулись дома у Ванессы Вы притворились Что вы Мэти Ну вот 34% Всего лишь Вы выбрали этот вариант Потому что Опять же Не на яйцах Вы рассказали Ванессе про отца Вот здесь К сожалению Надо было молчать Я чувствовал Мистер Дорланд Есть оружие Отличие 30% Вы залезли на дерево 67% Вы наступили Тайлер на пальцы Всего 25% людей Сделали из этой истории Настоящую Кладезь Искусства И Чувств Настоящих Чувств Человеческих А не Постную Какую-то Мазню Тайлера Арестовали Под деревом В смысле Арестовали Этого не было У нас Почему А что это Что это значит Тайлера Арестовали Под дерево Этого не было У нас В Концовке Это Какой-то Спойлер Извините Вы выбрались Из ямы Он много сломал Ну дополз бы Вы не рассказали Данте Про хижину Так Так Джей арестовал Его Я Полицейский Так Нормально История Хороша А что А я в меню Нажал Выйти Ой боже Так Сейчас Орк Перестань Быть Диктатором Я не диктатор Я просто Простой Зритель Это ваш Стрим Друзья Я просто Смотрю Какая История У нас Получается Иногда Я как Зритель Рассказываю Свои Впечатления От Получившейся Истории Вот Смотрим Что Дальше 1098 Тролевали Отель Где Наши Донаты Зритель А сегодня Не было Донатов Еще Впрочем Ни одного Так Так Извините Тролевали с доска фоллс три дня спустя 689 аризона отлично он маскируется под мусор это правильно с помощью мусорного пакета он способен будет добраться до канады да я сосал спасибо большое хором первый донат за сегодня я бухой или у нас тут теперь детское заведение если в пэкмэна поиграть то ты не по адресу виски пожалуйста слышь весельчак виски налей плесника виски мне в бокал стакан граненый понял меня придите в себя и динать и будьте людьми . . . всему вас надо учить ох нинжин ну что такое говоришь спасибо за данные шиски без альда виски тебе и документ покажешь у них дома забыл а я тогда забыл тебе налить что машина заглохла ищу попутку на север я на юг еду вон у него спроси как обычно повезло называется извините вы на север едете а тебе куда да куда подбросите я вообще-то попутчиков не беру ну ладно так и быть чем-то кому нас а почему бы собственно и да я же говорил то история то просто манифика там белиссимо это восхитительно это а это лучик солнца господи аксаларте спасибо большое он сразу видно зрителям нравится эта история спасибо большое спасибо я пропустил первую часть уже вот столько времени смотрю вторую диссонанс в башке да ничего страшно потом досмотришь спасибо огромное данные еще из комиссии аксаларте ну мое почти мое почтение кому-то насолил просто большинство или не ваше дело ну копы еще слишком как-то уж это не будем уж совсем знаете первым попавшимся говорить копы ищут представьте при этом предлагаемое обстоятельство вы теперь вы решили руинить игру до меня копы ищут и фбр что так домашку не сдал извини пацаны я в это впутываться не хочу а давайте сыграем условия простые у каждого по три дротика если побеждаю еду с если нет куплю вам выпить две порции ну ладно все равно скучно так сейчас я его дерну чат 27 теперь ты меня и в этой главе снова есть три вмешательства так что не не надо тот чё делать-то ладно и плохо я играл раньше ну что второй раунд а чё делать-то я не понял 47 в утренние двадцатки сельси сельси канувить сама ходит я не понимаю чат что там 25 и так быстро робин гуд я выпить хочу на халяву я не понимаю как играет последний раунд решаешь так сейчас он вообще не попадет а ты ничего держишься так не торопись пацан обидно будет облажаться да я во первых плохо знаю правила дартс во вторых я не понимаю как здесь конкретно играть да но в смысле я бурбон пью льда не надо вам помочь еще одного парня 18 лет волосы русые он замешан в той перестрелке в мотеле а ты еще кто участница событий чёрт копов еще не хватал по-вашему у нас тут подросткам наливают вали я ее отвлеку видели вы его или нет его семейка убила моего сослуживца их ждет смертный приговор из полиции говоришь а где форму потерялась я сейчас не на службе крутую историю это лично это вы это вы показали я всего лишь зритель никого не видел а вы несовершеннолетних тут видели ну вот ты например молоденькая я задала вопросы жду ответа дай-ка подумать за стойкой у нас шейн здоровяк джин всегда ужин и приходит и кайл или лайл как бишь его с собой вы парни этого видели или нет вроде нет если увижу могу позвонить или давай зачем он сказал водили прокопа просто так по званию это не я это вы сказали ему прокопов но они не любят копов нам повезло они такие тип копов он тем более дальнобойщик такой ранее твой вечно штрафуют он такой да бесит эти копы ща подвезет все равно это был мой план ты зря времени не терял скажи как есть ты правда кучу копов поубивал и взорвал автобус все как в новостях мне проблемы не нужны да ты сам проблема говорить будешь а что если да давайте на яйцах попробуем вытащить эту историю он нас явно зауважает какое-то не я ну какое-то не я ну куда вы опять копаете предлагаемые обстоятельства предлагаемые это правда так вот залетел донатик нам залетел донатик вы посмотрите ведь это донат не вмешивайся лицем знаешь бывает вещи которые происходят точно в тайминг точно в тайминг и порой они они такие хорошие такие классные спасибо большое за них ну вот бывает что они вот прям точно в нужное время происходит из-за этого становится весело думал летом восемьдесят седьмого мы с другом ограбили магазин в рина копы нас нашли спасибо я испугался и хотят бежать меня избили до полусмерти а друг мой был черным да и вам звали вот ему повезло повезло ладно поехали на север видите благодаря мне мы едем на север а вы такие нет это неправда я вообще мимо крокодил чат почему вы влезаете в эту прекрасную историю нам всего лишь надо ее досмотреть до конца и все ничего больше от нас не требуется вот пререндеренный ролик например он только что пиво пил и сел за руль бурбон хочешь совет залег на дно друзьям позвони если есть кому на следующий день на следующий день салт лайк сити юта блин а я ю ю тупу знаю только на севере на севере одни байкеры и от них воняет мочей мочей можно позвонить ванессе ну и что теперь каждого 18 летнего подозревать да всем на срать будет в салт лейк сити на то что произошло там в где они мичигана резона очень опасен всем насрать всегда срать я живу в салт лайк сити да вообще меня не касается за счет собеседника да назовите имя дин тэдди рузвельт тэдди тэдди это типа наши мы с ней заигрываем типа понимаете на наш локальный мем ну вы типа мемы понимают разбираетесь мемы это тэдди рузвельт мы на истории вместе сидим алло звонок за ваш счет это тэдди рузвельт о господи да да я приму а я все ждала когда ты позвонишь мне нужна помощь что что случилось я в юте денег нет и я почти не спал так постой в юте у тебя что то произошло ну вы ну теперь вы сами выбирайте будете ли вы наши девушки говорить правду или помните вы по телефону его прослушивают чат здесь решаете вы копы и счет или семейный проблем ну конечно же вы за копов опы думают что я кое-что сделал это неправда но а в чем они тебя обвиняют было ограбление и я я там был и участвовал но я не хотел честное слово меня заставили а теперь все думают что я дин не бойся я тебе верю что правда у меня отличная интуиция и она подсказывает что ты не такой у меня здесь тоже все паршиво папа решил что ты наркотой торгуешь нашел у меня в ящике с футболками старый пакетик травы я теперь до середины лета под домашним арестом серьезно? да он просто псих ты где сейчас? в салт лейк сити возле возле отеля сабрина короче я сейчас забронирую тебе номер закажешь поесть выспишься а потом я позвоню и Ванесса? и поедем на Мачу-Пикчу я скоро приеду нет стоп у тебя же экзамены да плевала я у меня друг в беде ты лучше всех хоть скажите ей хоть слово приятное после того что она сделала она между прочим за нас задонатила в гостиницу очевидно она лучше всех умеете говорить донатерам что они лучше всех это полезный навык знаешь ты лучше всех правда? да мне говорили я забронирую номер на свое имя до скорого донат тебя хочет только одного нет тем временем турок аризона как же орк хорошо отыгрывает благодарность за донат в гостиницу спасибо спасибо жалко что из истории вилсаком выпал гном 2d спасибо большое за рейд жесть у нас игра 2d как раз хотя хотя конечно потом жалеть буду вот код 2d например знаю марлон два года в завязке и не могу даже сорваться по-человечески да что с тобой такое а там что-то не так эй кто здесь господи боже можешь так без сердца остаться донат за гостиницу это наш стрим спасибо большое не пугайтесь не пугайтесь так и больше ну минус сердце конечно думаешь что там такое куда он идет этот мужик стой стой о господи шарен прости может ты господи только задремала а ты меня чуть насмерть не пироги печешь ты ко мне в дом вломилась окно было открыто у мотоцикла сразу шину спустила Тайлер пропал Джейна сбросил я теперь своим ходом мне надо было хоть немного отдохнуть вымыться одевайся и уходи сейчас же пол постой джей джей бросил да они его бросили этот мотель был у меня в жизни единственной радостью а ты со своими отморозками мне с детьми нет прощения я это знаю Джойс это скажи она из-за вас потеряла дом и уходи работу столько труда вложила пожалуйста поверь если бы я могла вернуться в прошлое ведь и прощения просить пришла не знала куда еще пойти дома копы в Мексику мне плевать мне плевать я остался без работы без любимого дела все из-за того что вы со своими братьями не разобрались в своих семейных обстоятельствах это вообще не наше дело не хочу обсуждать чем меньше знаю тем лучше пожалуйста у меня больше нет вариантов нет ну было время когда я мечтал мыть и тебя в своей постели но чтобы так посмотри на меня я все эти дни живу как дворняга сплю в канавах роюсь в мусорках вчера один торчок чуть не прирезал меня канцелярским ножом врешь 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 ты выглядишь вообще как супермодель как как раздел один начинающийся на буквы М качающий кончающийся на Илф вот то так ты выглядишь это выражительно каждый раз одно и то же ты всегда пытаешься меня разжалобить в этот раз не выйдет разжалобить ты думаешь я сама себя так ой шэрон вас по всем каналам показывают тайлер говорят его арестовали его вроде нога была сломана вот почему он так и не вернулся я ждала долго ждут но его захотят сломить но он не сдастся он хорошо помнит что эти ублюдки сделали с дейлом мой бедный мальчик его с детства не могли оставить в покое извини а Джей хоть он то сбежал не знаю хватит ли ему сил надеюсь что хватит господь пожалуйста пусть с ним все будет хорошо нам просто было нужно несколько тысяч баксов чтобы эти твари нас не убили и виноват во всем бэр скотина мы же оба о чем-то мечтали помнишь я хотела раскрутить свой бар чтобы он все-таки прибыль приносил а ты проехать всю страну на мотоцикле от океана до океана ты себе вот так свою жизнь представлял да это тут ни при чем не садись мне на уши ты должна отвечать за то я не смотрю тебя на грудь я не смотрю тебя на грудь я отвернулся я не смотрю на твою грудь убери свою грудь огромную вот эту убери не смотрю на нее я в чужие дела нос не сую и тебе не советую моя жизнь тебя вообще не касается лишь бы ты был счастлив слушай ты сюда помечтать пришла тебя ищут прячься беги из города ты беар всегда обещал что увезет меня отсюда когда ты и дан ты меня любил шерен когда ты тебя вообще все любили ты мне как-то сказал что я вечно выбираю не того ну я был молод и глуп думал тебя можно убедить я тоже была молода и думала что я умнее надо было оставаться с тобой надо было я не смотрю на твою грудь я не смотрю это я просто задумался просто немного глаза опустил подумать но я не смотрю на нее не смотрю совершенно ничего бы не получилось как знать ты всегда был мне другом когда к нам домой пришли головорезы мне не у кого было просить помощи ты один нас выручил так постойка ты сейчас про ты знал что грозит моей семье и дал код от сейфа Данте потому что если бы я знал что потом господи да я бы никогда господи кошмар думаю нам обоим сейчас неплохо бы выпить ну знаете выпить всегда можно тем более когда такие тут истории закручиваются и манипуляторша и вот это вот все так что да в смысле отказаться выпить в смысле я не хочу тратить фарси во мне каждая клеточка этого просит но нельзя же не глотка пол прости меня я я просто я не подумала слушай никто не знает какую роль ты сыграл и я клянусь я никому не скажу и мне стыдно просить но мне нужна твоя помощь ты меня шантажируешь она мало того что у нас код от сейфа выманила так теперь еще и вон посмотрите что устроила кто мы ей мы ей игрушка надо было выпить прости не могу больше не могу умоляю ну хоть выслушай меня пожалуйста я хорошо изучила этот его блокнот там не только взятки Данте берет деньги у преступников и аккуратно прячет на один офшорный счет в сейфе лежала только его доля а настоящие деньги в банке в Белизе а номер счета вот тут ни имен ни документов заходишь называешь пароль забираешь деньги и уходишь мне нельзя если узнают сразу схватят и дадут пожизненное а вот ты мы всему миру покажем кто такой Данте на самом деле вот это будет месть карма называй как знаешь а когда его жизнь рухнет мы уже свалим так подождите у меня вопрос на секунду прервемся если он в завязке и не пьет алкоголь откуда у него дома алкоголь не кажется ли вам логичным что если ты не пьешь алкоголь то ты не должен покупать алкоголь и ты не должен его собственно в доме иметь абстракт спасибо большое за подписку на бусте какой прекрасный тайминг был выбраться ой выбран потом узнаешь ну посмотрим 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 у нас с женой куча бутылок алкоголя уже много лет стоят дома без дел так вы просто не пьете алкоголь а он в завязке дело в том что он хочет пить алкоголь но не не должен его пить понимаете это другое это не просто когда вы такие что-то мне не хочется может ему всю жизнь бы не хотелось он говорит моя каждая клеточка просит просит этот алкоголь ты говоришь нам не судьба быть вместе а я говорю что у нас есть шанс все изменить можешь доживать свои дни здесь и пить без просоха а можем вместе поселиться в раю ты ведь понимаешь что это значит уйти в бег он ведь не пьет что ты больше никогда не увидишь джея я все равно смогу ему как-то помогать какой-нибудь уж найду способ ты меня однажды выручил теперь мой черед давай со мной целуй чат вы отобрали рюмку у меня ну хотя бы поцеловать то вы должны боже вы что вы опять за это а не могу эти губы они такие сочные я не смотрю на грудь я не смотрю на грудь о нет ты кого дождешь нет брат это я открываю черт данте а так это его брат или это они просто друг друг типа брат так я уже запутался в санта-барбаре какая встреча о 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 да э о о о о о я влюблен вот что могу сказать я бульон ты просто приехала ну у тебя был такой жалобный голос ну я зайду я думала ты будешь спать но им бы потом пришлось кровать заправляем баэнерджа из папиной заначки 200 долларов и вот еще тебе смену одежду папа я думаю обрадуется и тогда мы в расчете ладно в смысле ты мне ничего не должна а я тебе не говорила я почти стопудово сдала историю на отлично ты очень добрая жесть мои уроки истории столько стоят 200 долларов это мощно конечно может мне назвать свой канал клим саныч ты самый добрый человек в моей жизни поверь я еще успею тебя переубедить тогда зачем ты мне помогаешь знаешь если бы меня в чем-то напрасно обвинили мой брат сразу бы бросился меня выгораживать а вот когда у него были проблемы я ничем помочь не смогла и раз уж я чем-то могу помочь тебе то что такое просто если бы не ты я был бы совсем один ты ведь можешь вернуться ну там к маме она мне не мама и братья мне не родные я узнал в день нашей встречи меня родила мамины сестра а кто отец я не знаю один это ужасно конечно меня предали очевидно чат это предлагаем обстоятельств и чертс 18 лет обманы и лжи манипуляции братьев отец которого вы терпели который даже вам не отец понимаете что вы почувствуете брали целых 18 лет врали вот предки это умеют мои так точно знаешь семья это не обязательно те с кем одна кровь это те кого ты выбираешь я это на футболке прочитала хорошая футболка да мне плевать там моя дочь о боже как он меня нашел вот смотрите сюда она оплатила этот номер моей картой и все вопросы немедленно открывает или я звоню в полицию теперь могу отделаться от ощущения штамма мэтью макконахи стоит потому что этот актер всегда дублирует мэтью макконахи папа ты что это устраиваешь кто там с тобой ты что за мной поехал но как ты узнал очень просто я узнал мне приходит оповещение когда моей картой платят в другом штате а теперь отвечай как ты вместо экзамена оказалась в отеле в салт лейк сити а вот это не твое дело а блин я чуть не уснул ванесса ты что хочешь закончить как брат от всех прятаться все скрывать вечно врать чтобы одним прекрасным утром тебя в морг увезли скажи еще что он сам виноват ты же знаешь что его сбил пьяный водитель в 4 утра и у него в крови было столько всякого знаешь что хватит с меня говорить с тобой без толку едем домой хорошо могу я в туалет сходить давай только быстро мышцы мускулы сила ты что делаешь ты как думаешь что это а почему она не ответила ему что у динь у нее проблемы все валим валим с нами папина кредитка так что не волнуйся все будет хорошо завести машину без ключа тыл когда-то учил все по-другому но вроде вот нужны так хорошо это я смог ага да 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 есть а посмотреть а вдруг там машины как кристофер ллойд молодой выглядит что он может быть не может служба спасения что случилось в эмде сейчас не поверите но кажется моя дочь сбежала с преступником да плюс один сообщник а по встречке то на хрена ехать безумец и м си эй спасибо что села за руль Мне не сложно, я люблю водить машину Не понимаю, почему я раньше из дома не сбежала Жесть, у нее три сережки, так она и так была бунтаркой до этого Это отлично Давайте не будем, знаете, душнилу включать Действуйте, старож, дайте хоть расслабиться-то разок Чат, ну и дрей, ну хватит душнилу-то включать Давайте, это отлично Ну тут ей стоит, ну конечно Весь кайф А хозяин вряд ли сразу заявит об угоне Так что, правда едешь в Канаду? Ну а что, там больше охраняемых заповедников, чем во всех штатах Поселюсь где-нибудь в лесу, буду ловить рыбу в речках Самое сложное, дотуда добраться Приятель моего брата прошлым летом переехал в Айдахо Фолкс Он может достать поддельные документы и денег на бензин можно занять Айдахо? Хорошие приятели Для выходные впереди Заедем в город, позвоним Тоду из таксофона И одежду купим Че, это лифчик был? Передай сигареты, пожалуйста Да что ж тут происходит-то? А, галстук Вот бы и мама так же расправила крылья Жаль, не успела Почему ее не стало? Официально рак поджелудочной железы Врачи сказали, что ей не повезло А я вот считаю, так бывает, когда всю жизнь Выполняешь чужие хотелки Вместо того, чтобы жить по-своему Твой папа ее тоже строил? Да он всех строил Сам видишь, в другой штат за мной погнался Он жуткий Крипи Он хис-крипи Давайте Хватит быть душнилами Давайте, расслабились Мы едем У нас впереди ждет свобода Все хорошо Да ну хватит Ну что это? Что это он волнуется? Ну что это так? Это как раз потому, что он тебя любит Нет Ему просто надо все контролировать Он боится, что Рыжу снесет Есть риск? Ну да Я же сейчас с тобой еду Одно я точно знаю Он там скоро лопнет от злости Как же Его золотая девчонка машину угнала Какой у тебя в жизни был самый худший поступок? Соврал девушке, которому мне нравится Подкатываем Подкатываем Нам нужен подкат Подкат Чат Нам нужен подкат 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 Давайте чат Подкат Подкат И я соврал о себе Хорошему человеку А о чем соврал? Да неважно Кому соврал-то? Неважно Я же сказал Ну Главное мне не вредно Что-то какой-то посольственный вариант Он должен был Все Все Приятель твоего брата Он правда мне поможет? А мне поможет? Ядрить Какая же она крутая Тем временем Тур-рок Аризона Открывай, я сказал Задержи его как-нибудь Пускай он уходит Минуточку Давайте Не выдаем себя Все нормально Все под контролем Не выдаем себя Все хорошо Минуточку Сейчас я открою Подождите секунду Секунду Все хорошо Я открываю Я открываю Все нормально Ладно, иду Открывай Потом передернешь Ну вообще-то Может было и не потом Спрятать бюстгальтер А, лифчики Лифчики Порножурнал-то ладно Стакан Ладно Лифчик прячьте Лифчик Порножурнал наоборот Пусть будет Он добавляет крутизны Этому месту Стаканы Стаканы Теперь стаканы Порножурнал опять же Не то что прятать Его наоборот Вываливать надо В конце концов Это показывает Нашу открытость Да не надо Сигарету-то Вот, правильно Рандом на моей стороне Я тут торчать не собираюсь Надевай штаны И я захожу Привет Извини Я Это что у тебя за драндулет? А, это Джойс сына купила А я вот чиню Хоть чем-то Порадовать парня Ты что-то запыхался Я тут твои инструменты принес Все, что на пожаре уцелело Мало ли, вдруг понадобится А, спасибо Чего? В темноте ты сидишь Как в пещере Чего видят журнал Сорить Слушай Я Я ведь не хотел До такого доводить Холты меня ограбили И жестко меня подставили Если не верну Украденное Считай, я уже Не жилец Но Мотеля больше нет Чем думаешь заняться? Или запрешься И будешь дома сидеть Как наша бабка На эту новую работу 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 Может банка грабить Вы что, с ума сошли? Хватит так шутить Это вообще не смешно Это вообще-то полицейские, которого дома грабили Вам было бы смешно, если бы вам так шутили в лицо А я прибью Ты ж глянь, какой грозный тигр Если мой клетус тебя унюхает Как бы не проглотил Короче Обоим нам Паршиво Давай-ка по кофейнику Ты сядь, а я сделаю Когда я только пришел в полицию Шериф Уилсон поставил меня главным по кофейнику Ну, чтоб по утрам кофе варил И следил, чтобы не кончался Интересно Очень интересно А я тогда такой наивный был Шел в полицию мир спасать Но бороться со злом не всегда легко и просто Ук Отнесется на тебя сумасшедший Ты не видишь библия у него в руках Или пушка Вот ты бы что сделал? Это ведь на вопрос спрятать сигарету Спрячем сигарету Что бы я сделал? О, да не знаю, Дант Такой вопрос Тут как бы с кондачка-то не подъедешь На кобыле хромой неизвозчик В общем Сам понимаешь Только это не сигарета, а пепельница называется Эй, я вообще-то с тобой говорю Ты же ведь знал, что я тоже в мотере А обо мне ты их спросить не подумал? По-твоему, надо было напомнить Троим озверевшим ублюдкам Что у них в заложниках Твоюродный брат шерифа? Нет Ты знаешь Как-то не подумал Ты какой-то дерганный Точно все нормально? Извини Я не дерганный О, я уж понял Вообще не волнуйся Все хорошо Держу себя в руках Кстати, девочка напела, что ты заходил к нам в участок От окружного прокурора вызвали? Ну, они просто спрашивали, что я помню про мотель, про всю эту ситуацию Ну, с автобусом Короче, интересовались, не поехала ли у меня крыша? Они много вопросов задавали, я уж и... И каков был твой профессиональный диагноз? Ты остановил конфликт, чел Ты герой Ты герой Ты вообще молодец Да ты, да вся Да весь округ благодаря тебе Да ты, да ты просто Да ты молоча Ты, ты, ты молоча Ты молочак Да ты молодец Ты все сделал правильно Отличный выбор Я сказал, что ты все сделал правильно Я делал то, что должен коп Надо было решать, и я решил Эти уроды уехали бы в Мексику и увезли заложников Я им хоть как-то помешал И что получил взамен? В благодарность Разряд током в сортире Так-то А теперь они там никак не поделят, кому это расследовать Даже федералов притащили Даже Бекки меня ненавидит Когда Холты ко мне вломились, она им помогла Нормально? Я для нее тружусь, горячусь А ей все мало Ай, тяжелая неделя Но Шерон Она за все поплатится Не знаю, где она прячется, но я ее найду Это дело времени О, ближе, чем ты думаешь, она прячет Да наверняка где-то прямо вот тут под боком В принципе, возможно, знаешь Никогда не знаешь Держи врага, как говорится, близко друга Ух, вот и в принципе Может быть где угодно А может прямо вот здесь где-то быть Она может прятаться совсем рядом Но нет, откуда знать Ты это к чему вдруг? Не к чему, просто говорю Тут я с тобой согласен Поэтому приставил людей к их дому На всякий случай У нас ведь с ней когда-то было Я тогда еще рядовым копом работал Она хотела, чтобы я от Бекки ушел Тогда она еще посимпатичнее была Да А я слышал, что как раз наоборот Это ты ее уговаривал с Биаром разойтись Нет Это ты что-то попутал Она же чокнутая баба Это я легко отделался, брат Вот уж повезло, так повезло Не предупреждать Ну чокнутые, чокнутые Что теперь? Да хватит, зачем предупреждать Лох какой-то Она же наша любовь Чат, она наша любовь Я не дам в обиду мою любовь Нет, я не смотрю на твои огромные бубы Нет, у меня больше не осталось форсирований Почему, чат, вы это делаете со мной? О боже, этот выбор ни на что не влиял Легковерный ты идиот Никуда ты не поедешь Я тебя арестую Ответишь за все, что сделала Мы оба знаем, что ты меня не поэтому хочешь арестовать Но нет Вот это даже не начинай Пол Давай со мной Еще не поздно Где мой блокнот? Он у тебя точно И ты его не получишь Если нет, мне конец Не волнуйся Очень скоро увидишь свой блокнот во всех газетах Уж я позабочусь Только сперва сниму все деньги Эти люди Ты не представляешь, с кем связалась До тебя еще не дошло Это не мои деньги Пол Как ты мог так со мной? Ей надо помочь Бро, ты должен понимать Это же Это дело всей нашей жизни Это то, что мы То, что воздвижено Было воздвигнуто То, что Поверь мне И по стаментам выставлено Она совсем отчаялась Биар все просадил И деньги И дом Нет, Пол Она тебя использует Не видишь, что ли? Пол Я понимаю, что она тебя заставила Короче Я даю тебе шанс Избежать тюрьмы Дай мне пушку После Вьетнама Я поклялся Не брать в руки оружие Ты же знаешь Да Давай только без сраного Да что ж он так много клянется Давай уедем отсюда вместе Ты ведь можешь Я знаю Да помочь Шерон Ну хватит Ну какого черта Они вместе Но нет Нет Да будьте прокляты Че-то У меня не осталось Форсирований Я не могу ничего Пожалуйста Помогите Шерон Ну пожалуйста Ну будьте людьми А я за руинью Останови ее Ты это заслужил Вот так вот сейчас Будете знать как Что бы ни было в прошлом Сейчас я сказала правду Мы с тобой могли бы урваться Будете знать чат Вы потеряли и брата И женщину Это за часы Туса А мы в такой одежде Не сильно выделяемся Ну Что уж нашли Мы выбрали остаться Извини А ты не знаешь где тот Сказал Через час вернется Музон Музон Тут не хотел ехать Вайдаху Но у отца его Тут родня И Очень-очень много денег Не нравится мне здесь Слишком людно О май Привет Детка А это что? От головной боли Похоже экстази Пробовал? Нет А ты? Нет, но папа считает Потому что я наркоманка Со стажем Так что Почему бы и нет Чат Помните Нео Что делал Нео Вы можете Всю жизнь Короче Я ничего не скажу Все что будет сказано Мною будет Потом Против меня Использовано Поэтому Сами решайте Я пас Что-то не хочется Хоть один из нас Должен соображать Ничего Я отыграюсь В следующей голове У меня будет Три Вмешательства И вот тогда Вы узнаете Что такое Портить мою историю Господи Как она уже Флексит Эйфория какая-то Началась Как она Флексит Дин Это так волшебно Я прям Перешко на ножку Я Мне все равно Что там Выберите Я даже Не смотрю На игру Я рад Что тебе Тут весело Мне никогда В жизни Не было Не было Не было Надо Будет Еще В дорогу Взять Посмотрим Пойду Возьму Газировки Ага Мам Жесть Жесть Вырубай телек Вырубай телек У нас осталось Только двое Даже по телеку Слайдшоу Башен Уберите Да Зависим Ага Бен вот уж не ждал что ты заявишься кем не с просьбой ты же знаешь я умею удивлять ну давайте чадается чтобы стоять подслушивать или вы зайдете как как настоящий а ну конечно давайте ждать снаружи может вы стрим снаружи подождете может вам и заходить не надо было да ну да и же давайте постоим постоим же тут интересно же что мы будем отдать отдаем ее в руки какого-то тода просирайте свою девушку такой высоченный че смотришь дин ты что делаешь ты его знаешь ну допустим ну давайте давайте я ее друг давайте вы сейчас выберете конечно же я ее друг потому что ну а что еще вы можете выбрать вам не хватит смелости в наконец встать расправить плечи и взять моджи в руки моджи где ваши моджи чат а у вас только эмоджи есть я ее парень а ты кто ты ко мне с парнем заявил дин не надо все хорошо друг она уже все сказала жаль конечно тебя расстраивать но она этого хочет не но это не твоя смирись орг мастер обратной психологии ваша девушка чат и просто напоминает это ваша девушка ваша девушка сейчас ее хочет приходить какой-то тот удод понимаете войдите в предлагаемое обстоятельство сколько можно ждать так я готов я буду воевать так нормально это откуда я то есть ты приперся ко мне домой и лидер драться ты сам это начал день пожалуйста пойдем уже лох о чел боже ты что не любишь музыку опа пожалуйста нам пора чё завидно да весит что она была моя ваша девушка 18 лет вам говорили что вы не пойми кто вообще вас ваш отец бил вас в лицо и мать смеялась над этим ваш брат даже ваш не брат он просто харкал вам в лицо помните это он харкал вам в лицо давай давай валя отсюда цикла высоко клочат вот это про вас ты долбанулся зачем ты с ним палец драться я ты сами выбирайте мне надоел я вас убеждаю я вам показываю страну чудес которые можно все изменить вам был дан шанс изменить все решения вашей жизни и что вы делаете он же оскорбил тебя тоже мне проблема зачем было врать что это друг брата я думала ты разозлишься если узнаю что я с ним когда-то целовалась видишь не ошиблась он бы тебе помог если бы ты мне доверял пока копы не явились надо ехать где-то ночь пересидеть а завтра я ухожу все из-за вас ну спасибо чат спасибо что и сделали из истории какой-то жалкую жалкую подобию подобие жалкое в общем вы поняли пойду устраиваться на ночь не ходи за мной стой не уходи далеко от машины ах опа засмотрелась а вот это твое ограбление вы просто залезли в чужой дом это все да похрен уже признавайтесь и во всем признавайтесь уже можно без вот этих вот жизнь потеряна наша совместная давайте 100 голосов ну наконец-то слушай я должен тебе кое-что сказать на самом деле я не дин меня зовут джей так на самом деле там был не просто дом от дом шерифа ромера и я не знал чей это дом пока мы не приехали шериф рано вернулся мы дали дёру и оказались в мотеле на шоссе 66 так ты из той семьи о вас в новостях говорили я хотел уйти я вообще не хотел в этом участвовать но копов это мало волнует они хотят свалить все на меня вообще-то там люди погибли но не из-за меня ты ты издеваешься прости меня ну уже все потеряно поэтому можешь уже уходить эта история она перчат превратил ее в какое-то в какое-то подобие может тебе правда лучше вернуться домой просто я собрался пересечь границу а это незаконной и может быть опасно ну вот ты тоже считаешь что меня надо держать дома как бы чего не вышло не в этом дело просто боюсь что тебе будет плохо поздно бояться завтра утром высадишь меня на заправке папа меня прибьет конечно но ничего выжил то есть сначала ты мне врешь потом бросаешь меня одну знаешь все таки то очень похож на своих подобие просто жалкое подобие даже не знаю имеет ли смысл открывать отрывать глаза и смотреть на происходящее или просто терпеть и ждать когда это кончится я не такой никогда таким не был тебе виднее мне жаль ванесса правда жаль ну да и мне прости нас дальше каждый сам за себя такую ачивку я отвлекся на 10 минут когда этого дошло оргпеда свободолюбие вы открыты приключениями не ищите легких путей склонность действовать следуя чутью вы быстро находите интерактивные элементы а я иду в туалет плакать о том что моя история превратилась в это подобие а а а а а а а о а и а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Камера Донат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, следующая глава Такая была история Теперь лишь жалкое подобие А я ведь хотел сегодня позвонить Вечером родителям Рассказать Какая у нас была история Но теперь я что-то позвоню и скажу, что у нас было жалкое подобие Да Да А что, твои родители не смотрят стрим? Ну, когда это жалкое подобие Я молодец Почему везде тьмон? С-с-с Молчи, молчи Самый Господи Ты живая? Рекорд побила Да As Dusk Falls Играет Аркадий и его чат 17 марта 2012 Сан-Луис, Миссури Антидепрессанты Трициклические Это ты потеряла? Спасибо Ты ведь на журналистике вроде Давно тебя на лекциях не видела Ну, да Я в последнее время на лекции почти не хожу Не до того как-то А, ясно Слушай, а зачем ты вот так Можно спросить Зачем ты вот так сидишь под водой? Ну, кто-то медитирует А я погружаюсь на дно бассейна Когда-нибудь до двух минут дойду О, ничего себе А зачем тебе это? да просто хорошо мне там так она же дошла потом непонятно она типа такая минута 54 минут 55 мне там спокойно как нигде это как-то мне пора домой слушай просто просто у меня в школе подружка была вот прямо во всем идеальная отличница капитан футбольной команды и вот мы раз поехали с классом на экскурсию она взяла и исчезла нету а то если бы той девушке было кому выговориться она бы так не поступил о нет извините это по это не по нашей части так не то вот of это говно ну ладно сейчас главное меню так что лет должно выглядеть понимаю что ты хочешь помочь но мне правда да я понимаю может возьмешь и потом почитаешь мне не надо зачем бумагу переводить ну хорошо в другой раз 14 лет назад шоссе 83 монтана ну вот взяла билет на автобус на 2 часа еще я позвонила домой поболтала с бабулей что она сказала ну что я папу совсем не слушаюсь и не понимаю что он очень меня сильно любит и что нам с ним надо друг друга беречь не знаю может она и права а что в сумке здесь еда на первое время чтобы не пришлось в походе сразу все деньги тратить ты ведь не обязана я вообще много чего не обязана ну все будем прощаться спасибо за все это все что могу сказать после того что превратилась эта история в подобие подобие спасибо за все подобие ты для меня столько сделала не знаю как тебя благодарить да ладно тебе ты для меня тоже сделал немало мне пора а мне пора садиться читать джанейр потому что это полюбить его аркаша научусь прощай джей пока ванесса 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 у нас была могла бы быть такая свадьба са и немного детей са нашей семье са да но теперь это подобие подобие продолжается поиск убийц после ограбления дома шерифа в округе турок они укрылись в мотеле сон в пустыне где устроили слушай дальше похрен чего мы там не знаем и так уже все давно спалили брат собственно пойман второй брат убит мать крендель все нормально не 6 лети со в хижине си и расписанию джей холд тихий несуразный подросток бросивший школу у холд то есть сообщница ванесса дорланд 16 лет предположительно вооружена и опасно если увидите любого из этих преступников позвоните в полицию и хорошо что ванесса что ну и жесть я в новостях такой прикиньте охренел я блин в новостях обо мне говорят офигеть да прости что втянул тебя в это теперь с тобой все будет хорошо она же не считается сообщником после того как перестала помогать что с чатом не знаю их подменили вчера чат такой был такой а я вот здесь я думаю небольшая проблема ну давай проезжай без документов на машину без документов удостоверяющих личность здравствуйте сэр привет сэр что-то случилось это ничего тут вчера был музыкальный фестиваль так что я теперь стою и всех проверяю на всякий случай чтоб никто пьяным не ехал вы оттуда нет сэр я просто мимо ехал а откуда вы едете из еду еду сан-франциско город стиле диско это сан-франциско тысячи огней это сан-франциско что-то в зоне риска это сан-франциско да зачем вам salt lake city уже там и ищут salt lake city у меня там семья в общем покажите мне права регистрацию и можете ехать ну выбирайте давайте вы выпутываетесь это ваша была идея это сан-франциско город в стиле диско это сан-франциско тысячи огней бардачок и что вы там найдете сейчас где же они ну в монтане вообще-то запрещено ездить совсем без прав извините пожалуйста ладно сейчас номера пробью это сан-франциско город стиле монтана три папа два один пять семь танго черт что делать опять что ли а вручную не как дождаться копа я дождусь копа не надо не уезжаем стоим ждем копа все армали все контролирую доверьтесь мне доверьте все контролирую это сам франциско город стиле диска это сан-франциско тысячи огней послушайте я все объясню опять у них база легла чувствую придет двухтысячный вообще все накроется ладно сегодня я добрый в этот раз отпущу с предупреждением но впредь права не забывайте хорошо сэр проезжайте уже скучный чат даже не рофлит так чуть началось скучный чат чат топ вообще кто гонит на чат те молчат понятно 14 лет спустя 2012 сант луис мишури органическое кокосовое масло как там новый самолет тебе понравится прошлое намного громче ревел а у тебя все хорошо у меня в воскресенье день рождения был ты раньше всегда звонила пап прости понимаешь я тут немного то уж понимаю вся голова учебой забита а жить когда давай я завтрак тебе в универ заглянул пообедаю вместе с этим проблемка да нахрен это учебу все нахрен но в смысле для нее не вообще не надо потом гореть я как-то зашел на стрим корку говорю орк при это тут диплом пишу мне скучно я такой-то нахрен это учебу я бросил то нет это я провел ситуацию эту если честно пап я решила что это все-таки не мое как-то ты что учебу бросаешь 6 9 класса мечтала быть журналисткой нет я пока просто думаю что да как да но послушай позвони а потом нам надо будет это обсудить вместе орк из-за тебя я бедный и необразованный и не могу донатить много ну тогда донать мало новый чат думаете вы бы с такими воспоминаниями что легко бы жили он видите она пьет таблетки противотревожные for anxiety да ну конечно вы же чат вы сверх люди вы такие ну подумаешь посттраватический синдром у меня ничего страшного давайте смотреть ящики да в ящике я говорю в ящике в ящике ящик и вы менять ящик все же обошлось так были на она видела смерти людские вот это вот все брак родителей сыпался угроза смерти давайте выключим кран бесит вот этот путь ульк 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 и так весь стрим ну вот вот слава богу а теперь можно думать во первых включить сверший забрет зачем мы без света будем тут работать включили свет все сразу стало видно сразу стало менее тревожно более спокойно и и вообще и практически идеально черт на ха ха орк жалуется на воду господи надеюсь я не сплю ну думаешь куда ты их положила в голове только это сан-франциско город стиле диско ведь странные у нее таблетки противотревожные кто там остаться внутри конечно всегда когда появляется мысль проверять коридор надо не проверять коридор это все редиска овощи виде диск почему виде диска да ну капец чаду что вам нужно то блин вы бы сами вылезли в коридор проверить что там если это шутка мне не смешно да 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 в смысле более даже не в коридор это в подъезд вы идете она не закрыла дверь привет дедуль слушай можно я зайду понимаю что поздно просто очень надо с кем-то поговорить что какая проблема все я выхожу говорю вам жильцы не должны портить имущество я говорю что никакого имущества я не портил мистер мой собак чужого с вами спорить и веди вс привет старичок за ну наконец-то скажи этой даме что я имею полное право спокойно находиться у себя дома спокойно вы входную дверь испортили давайте все успокоимся что случилось кто-то уломился и украл мой кошелек нет вы сами забыли куда его засунули а потом дверь сломали здесь кто-то был я даже видел как он прячется лица типа да в стиле шрека из бема который такой поворачивается да осел как он выглядел выбирает чат ты его хорошо рассмотрел он был в черной кофте с капюшоном ну может и так точно не помню вы не помните потому что вы все выдумали я расскажу как все было ваш дедушка уже в третий раз за месяц вышел на улицу в халате и тапочках а потом понял что забыл ключи и сломал дверь чтобы попасть на нет неправда я хотел проветриться вышел погулять и кого-то там увидел и а потом помню только как начал ругаться с шелби вот меня не так зовут зои это больно признавать но вашему дедушке становится хуже ему бы сиделку или в дом пристав еще чего не надо мне ни в какой дом престарелых наше мнение по поводу случившегося сильно расходится но за ремонт двери придется заплатить мы оплатим нормас пофиг ну типа ну блин но бывают разные ситуации ну оплатим и что почему страховая то вам а у вас что разве нет страховки это его дверь он ее сломал он и должен платить так вот дверь то ничего не сломано чё несет вообще нет я вообще слышала дом престарелых прямо как твои родители слыхал я эту чушь не говори шелби но замок там не ломать вообще ни к чему у меня на такой случай второй ключ под ковриком правда это же ну опасно хочешь что-то спрятать прячь прямо у всех под носом там никто не найдет ты это как внучка что нового у меня у меня нормально все по тебе не скажешь что нового у тебя экзаменами когда ты заливала в себя литр кофе не спала сутками сутками по ночам ты спишь кошмары ну кошмары снятся с лекарствами хорошо или как ребенок но я за кошмары нечего тут от дедушки скрывать несколько месяцев нормально спала и вдруг опять начались кошмары ну вот теперь вообще засыпать боюсь у тебя же все хорошо было что-то случилось ничего особенного что нового внучка у меня я вообще-то хочу взять перерыв в учебе маме с папой сказала лучше не спрашивай как прошло подозреваю с огоньком я всегда думал что эта работа для тебя журналистки расследования совала бы нос в чужие дела рассказывала бы людям правду не знаю дедушка я просто хочу проснуться где-нибудь на пляже чтобы не души вокруг зайти поглубже в океан и исчезнуть волнах не советую я тебе вот что скажу сколько не беги от проблем они все равно догонят уж поверь моему опыту и чат такой-то корт бросать учебы или нет куда плоский компьютер делся нету вот ублюдки 73 года себе купил можно я тут осмотрюсь кормился там как раз идет сейчас на бусте у нас вопрос про эти шейха дни так что спасибо огромное за шейха сапу безумный вот бросай орг учеба переоценена ладно все заканчиваю учиться начинаю играть в игры серьезно кармес благодарю за шейха сап вот и поздравляю с выбором игры наверное в общем огромное спасибо кланяюсь низко и танц кланяюсь я низко город стиле диско кланяюсь я низко тысяч огней может следы воров найду да пожалуйста так ну давайте тумба комод сломанная дверь диван что вам нравится а еще из полка еще из тумба под т.в. город стиле диско напомни где ты был когда к тебе вломились да вот в подъезде хотел цветы полить на общем подоконнике так ты ведь сказал что гулять ходил а ну я и гулял ну собирался пойти это сан-франциско что то в зоне риска это сан-франциско мэйден юизей давайте чат не расслабляйтесь вам еще играть дедушка ты таблетки свои пьешь не люблю я их я от них вареный прими лекарства дедушка дед пей таблетки дед пей таблетки отлично если бы они были не нужны тебе бы их не выписали как и будешь стоять пока не выпей таблетки но получишь ради меня ну ладно жизнь такой счастливый сразу стал вот как таблетки работают а кому-то еще есть давайте голосуйте полка диван комод кого этой енот 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 сколько себя помню у тебя один и тот же диван я его в девяносто восьмом купил недели после ну когда в сент-луис приехали и с годами он стал только удобнее дедушка вон он где хорошо хоть это не украли хотя и черт бы с ним я на нем только пасьянса раскладываю дедуль ты абсолютно уверен что не сам сорвал замок я никому не скажу что ни разу не забывала зачем в комнату зашла не забывала куда положила вещь и чего не теряла ты сам знаешь потеряла я много не хочу тебя потерять шалби права мне становится хуже все забываю места даты куда в школу ходил кажется будто всю память мою рассовывают по коробкам без подписей чисто я сейчас знаешь каково это но я до сих пор помню код от сейфа 5926 этого ужасно так начата я смотрю активисты такие так легче жить нет это пессимизм не представляю ужасно наверное это небось считаешь что я все это выдумал вообще-то за мной тоже кто-то следит как мне кажется что недавно вот заметила в бассейне потом прямо у квартиры но я не знаю это правда или мне кажется может у нас у обоих с головой беда господи слушай зои знаете в детстве пережила страшно у тебя на глазах произошло много жутких вещей знаю ты думаешь что у тебя из-за этого крыша едет не но очевидно в бассейне когда рукой закрыл рот школьник то это очевидно произошло взаправду нет блин это был это бы в нас спасали вот вытаскивали слушай ты можешь и не напоминать да я понимаю так вот я к чему все это вовсе ты не сумасшедшая сама подумай не может нам обоим мерещится одно и то же дедушка или у нас обоих крыши едет или или что нет это невозможно эй я тебя вижу хопа сейчас узнаем кто это отлично нас не сбили извините и обозналась ну чтож все-таки таблетки походу надо пить милая все хорошо я с тобой все же нормально было вообще все а потом из-за ерунды вспомнилось и теперь из головы не идет мы с тобой друг друга стоим я пытаюсь все вспомнить а ты забыть не хочу я все забывать хочу чтобы стало все равно как это сделать чтобы отпустила чтобы не видеть на каждом шагу кошмара из прошлого надо просто посмотреть страху в лицо надо посмотреть ему прямо в глаза и не бояться увидеть когда с тобой говорит прошлое слушай а когда ну да говорит может ты станешь свободный так это 98 опять да пишу тебе третье письмо жаль что ты мне так и не написала надеюсь что письма доходят я сегодня тебя вспоминал какая-то была маленькая и как отчаянно цеплялась самому с папой а мне было 18 и я отчаянно цеплялся за свободу ну 7 миль сколько это мне твой взгляд когда я оставил тебе у дороги мне казалось так про 12 км у тебя спасут да блин я воды попить ну в смысле кофе но все остальное было неправильно я знаю что моя семья искалечила твою жизнь вырезать надо оставить хоть что-то после себя пускай даже на странном дереве это наш последний американский след прежде чем мы станем канадцем надо хоть что-то сделать вот такое вот понимаете что оставит нас тут джей эйч они и мою жизнь искалечили каждый день думаю как бы все сложилось если бы мы не пошли грабить этот дом зои мне столько надо тебе сказать о многом спросить многое объяснить о том как мы тем вечером оказались в мотеле и о том что потом случилось в горах думаю ты много узнала когда подросла но есть это хочу ты не знаешь до сих пор чат голосуйте здесь выбор полностью в ваших руках пожалуйста любой вариант который вам нравится это возможно решающее голосование поэтому пожалуйста давайте пожалуйста зои напиши мне я очень что ответы твой джей день добрый как оно все нормально я просто пытался понять куда идти ну значит смотри вот это горы джейкобс рич вон там внизу озеро блэкфут а за ним считай канада если пойдешь дальше вон по той тропе выйдешь как раз на вершину блэкфут фоллс где пограничный пункт это на восток за день точно не добраться ты лагерь то где-то уже разбился ног чё я лох что ли вы думали я лох уважаемый лесник а я не лох конечно разбил да в смысле чат вы хотите чтобы на вопрос вы думали я лох он ответил я лох так не бывает новейшей истории нет я не замерзну а вещи твои где ну там рюкзак да и без вещей вот думаю хижину построить построить значит это конечно замечательно но как то разрешение на поход у тебя есть извини придется тебе обратно спускаться ну что ж буду еще немного тут красиво очень а давай я с тобой посижу как раз хотел чайку попить будешь а нет спасибо как тебя зовут разрешение на поход а я лиланд вы вы лесник а я в разных парках работал Зайон Брайс Каньон Пиннаклс подержи-ка бывали в Йеллоустоуне а то почти десять лет там прожил нет на свете ничего прекрасный большого каньона в Йеллоустоуне это сказал Адор Рузвельт ну да значит тоже любишь природу работа моей мечты он же хотел рыбачить вся хорма поэтому давайте уже пускай разрешение на поход конечно удивило многих как я посмотрю уже стали в чате спрашивать разрешение на усы у деда я раньше часто гулял по лесу у дома у вас прямо работа моей мечты иди в центр для посетителей да подай заявление правда так все просто конечно только сперва расскажи о себе я хорошо а там самогон вы же понимаете Я здесь много всякого повидал Видел, как лес горит, как снег с гор сходит Но никогда не мог понять, неужели так необходимо таскать с собой оружие Опа! Но мы ведь границу патрулируем Надо быть готовыми ко всему, а то, мало ли, беглый преступник проскочит Слушай, ты вроде славный парень Только в парке нашли машину в угоне В полиции говорят, ее угнал 18-летний парень после перестрелки в аризонском мотеле И направлялся он на север Воды у тебя с собой нет, фонаря, я смотрю, тоже А чтоб спать в лесу, ты слишком легко одет Ну, так в чем дело, Майкл? В драке я сильнее, чем в жизни Давайте мы начнем угрожать, сразу угрожать Вариант 2, вариант 2, за 11-й пишите Слушайте, можно я дальше пойду, а? Извини, сынок, нельзя Мне долг не позволяет Так помогите мне Нельзя всю жизнь бежать от правосудия Беги, не беги, а все равно покоя не найдешь Пойдем, спустимся вместе Я из этой штуковины ни разу не стрелял и начинать не хочу Бежим Ну нахрен Не для того мы в Канаду умчали, чтобы просто так взять и сдаться Не пойми кому, он нас в жизни не догонит Бежать, бежать, убежать, бежать, бежать, бежать Эта история не закончится Так, я готов проходить квиктайма Сейчас он запыхается Парень Стой Да остановись ты уже Угомонись уже Бежать больше некуда Ты что делаешь? Бегу в Канаду Не знаю, что тебе в голову взбрело, но не обязательно Ааа, пошел нахрен Я давал слово, что никогда не выстрелю в человека Но если снова побежишь, я его нарушу Вот дед Я понимаю, что ты отчаялся Давай я вызову вертолет Иначе тебе просто не выжить Вы что не понимаете? Меня же потом казнят Если прыгнешь Свернешь себе шею Или утонешь Я этого не допущу Бросаем Бросаем Чат Канада совсем рядом Канада совсем рядом Не время сдаваться Мы долго шли Все было напрасно 18 лет Напоминаю вам Унижений И прочего Я вам просто так не дам 18 лет унижений Предлагаемое обстоятельство Сколько раз надо говорить Все Все нормально Только я не знаю, зачем он сам прыгнул Но Ладно Мне папа все рассказал Очень переживаю Позвони Питя, мама жива Вам точно сюда? Пешеходных троп тут нет Да, точно Спасибо 14 лет спустя Черт Стример Руинер Я не руинер Чат Ну 18 лет Вся история Была Зачем Чтобы мы просто Сдались на холму Он закапывал Мужика Что с тобой? Опа Молодцы Замри Не, это последняя капля Дизлайк Отписка Отплатный подписок На твича Бусте Зуй Привет, Джей Я не знал И как бы он по-вашему Встретился с ней Вот сейчас они встречаются Вместе Как бы он встретился Он бы на стуле Его поджарили бы Какой отсидев В какой тюрьме Ему казнь смертная Грозил Они полицейского Убили Казнь смертная Какая тюрьма Это в 98-й год был В адские времена Еще везде Казни были Смертные Повсеместно Доходят ли письма? С марта По одному в месяц Тебя до сих пор ФБР ищет Ты в курсе? Как ты меня нашла, Зоя? У меня номер Твоего абонентского ящика был А дальше На почте подсказали Здесь Хорошие люди Да Это правда Как сильно ты изменилась Я знал, что за эти годы ты выросла Но У меня в памяти Ты все равно Там маленькая Перепуганная девочка Алиса Смертная казнь в Аризоне По данным русской википедии Смертная казнь в США Практикуется в 27 штатах В каких? Вам ссылку дать? Господи Алиса, в каких штатах Практикуется смертная казнь? В интернете пишут В большинстве штатов Смертная казнь Сохраняется в законодательстве Но во многих из них Смертные приговоры Не приводятся в исполнение В 2015 году Смертные казни Производились в следующих штатах Техас 13 Миссури 6 Джорджия 5 Флорида 2 Аризона 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 Традиционным лидером по числу казней Является штат Техас Аризона Возможно, вам будет любопытно узнать Где есть смертная казнь Рассказать? Нет, спасибо, хватит Ты тоже изменился Джей Оброс бородой Ты стал гораздо старше Я даже не ожидала 14 лет под открытым небом Кого хочешь состарит Может Пойдем сядем? У меня второй стол где-то был Кстати Баллончик тебе не понадобится Даю слово Потом такой говорит ей Пойдем на водопад Сходим Посмотрим Красиво Я раньше тоже так думал Теперь привык Так странно тебя здесь видеть Я все эти годы думал про тебя и твою семью Я читала Я читала В письмах твоих А вот я про твою семью старалась не думать И у меня даже получалось Пока ты не начал писать Понятно Я Столько всего спросить хочу А тебе и Спрашивай Мне теперь спешить некуда Как ты выжил после прыжка? Давайте Это самое интересное Потому что Что с дедом-то? Как вообще Как до этого дошло? В новостях говорили Если прыгнуть с того утеса Выжить невозможно Я чуть не погиб Когда нырнул Будто отрубился Не помню Когда плыл до берега Со мной тогда был лесник Он Тоже упал Но Неудачно упал Ну да Об этом тоже в новостях говорили Неудачно упал Видите? Но никто не сказал Что он мертв Так что Это еще не факт Что дед погиб Просто неудачно упал Неудачно упал И что за все эти годы Тебя так никто и не узнал? В городе иногда казалось Будто узнали Там ведь и не поймешь Просто чувствуешь Что на тебя пялится Так что я далеко не хожу Только в библиотеку И в магазине Ради чего? Ради свободы И до меня только сейчас дошло Почему Сначала Как бы За варианты предлагают Хэштег 1 А потом Например Хэштег 11 Потому что на твиче У многих стоит Такая опция Включенная У стримеров Что в чате Нельзя писать Два одинаковых сообщения Подряд Поэтому Если бы вы писали Один А потом еще раз Один То ваше бы сообщение Не пропустил бы Твич И поэтому Я догадался Что слышно Про Ванессу Давайте узнаем Про эту Мерзкую Даму Которая бросила Нам разбила сердце Как мне больно А где девушка С которой ты убежал? Ванесса? Я иногда ищу Про нее в сети Сейчас работает Где-то на телевидении У нее все нормально Сложилось Не знаю даже Мы ведь уже попрощались Наверное Пускай лучше Так все и остается Не знаю даже Мы Че ты мямлишь Давай говори Как твоя семья Приучать что Интересно кстати Брата казнили Надо про семью Узнать Потому что Вот если вы сейчас Узнаете Что брата казнили Вы наверное Прекратите Жалеть Бедного лесника Тебе семья Тебе семья хоть пишет? Нет Мама вроде бы уехала За границу Не знаю куда Тайлеру не повезло Он в Аризоне Присутствует Смертная казнь Но она за убийство С определенными обстоятельствами А теперь слушайте Он в Аризоне Ждет казни Новый шрам Видите чат Он уже ждет казни А вы такие Ну да Дед был прикольный Мне тоже понравился Добрый такой Классный Усы прикольные То есть Я бы с ним вообще Дружил бы И выпил бы Самогона Когда вроде не было шрама А это Я первое время Много по лесу ходил Как ты наткнулся На медведицу Думал она ранена А у нее были медвежата Вот и получил Так Зачем ты приехала Зои? Ты хотел поговорить Я надеялся Что ты просто напишешь И все А ты приехала сама Зачем? Я тебя везде вижу Во сне В людях На улице Ну? И я поняла Что должна Посмотреть тебе В глаза Чтобы отпустить И жить дальше Если хочешь Об этом поговорить Я готов Выслушать Что-что А Слушать я умею Ну давайте Начнем Свою историю Мне пришлось Нелегко Давайте Запеваем Эту песню Той ночью Ты увел меня На второй этаж И тут свет Вырубился Помнишь? Конечно Мне тогда тоже Было страшно Ты сказал Молчать И не дышать И я с тех пор Как будто Так и живу Хотя на самом деле Я хочу кричать Вот орать И орать Бесконечно Мне надо Мне надо было Чтобы ты сидела Тихо Копы ломились Внутрь Я за тебя Боялся Знаю Я не говорю Что моя реакция Логична Знаешь Что между нами Общего Нас обоих Жизнь макнула В дерьмо И мы потом Оба пытались С этим Как-то справиться Так что Мы с тобой Во многом Похожи Но Мы абсолютно Разные Чел Ты преступник Ты закопал Труп Ты Убил Деда Ты вообще Мерзкая Мразь Вот А я А я Просто И часы Отдал Да Точно Нет Неправда Не льсти себе Джей Зачем Зачем Ты начал Мне писать Я же сказал О многом Я так Ни с кем И не говорил Да Но почему я Говоришь Я тебе снюсь Ты мне тоже Иногда Снишься Хотя Вроде Много лет Прошло И Давно Пора Все Забыть Но Я Как Не старался До Сих пор Так И не Смог Наверное Ты Ненавидишь Меня После Всего Что Сделала Моя Семья Чел Ты Жда Совсем С ума Зашел Ты Мне Всю Жизнь Разрушил Ты Куда Нет Забудь Все Нормально Все Хорошо Это Бывает С каждым Подумаешь Немножко Ну так Чутка Переборщила Так Вот У меня На глазах Заживо Сгорел Человек Ты Застрелил Папу У меня На глазах Я Ходила По Психологам Таблетки Пила А потом А потом От тебя Начали Письма Приходить Я Зои Что бы я Сейчас Не сказал Прошлого Не изменишь Я был Мелкий Глупый Не понимал Какая у меня Семья На это Все Не важно Мне было Восемнадцать Я должен был Понимать Что Так Нельзя Прости меня Ты думаешь Можно Так просто Не выйдет Пусть так Но чтобы добраться Сюда Я Столько натворил Столько людей Я Я каждый день Их вспоминаю Лесника В парке И тебя Все время Думаю Только не делай вид Что тебе Не плевать Тут на крыше Антенна Если тебя Полегчает От того Что я сяду Позвони Сейчас Копам Я убегать Не стану Это не Свобода Когда живешь Во лжи Пожалуй Я благодарен Пошли Рузвельт Прогуляемся Ну Чат Давайте Я не буду Вмешиваться Так и быть Я не буду Вмешиваться Что вы решите То и решите Это Это Исключительно Ваше решение Я не нажму Ха-ха Я обманул вас Я нажал И теперь Окончательное решение За мной Ахахаха Чат Ахаха Ладно Я поддержу вас Стой Твоя семья Сделала тогда Страшные вещи Но я знаю Что по большому счету Твоей вины В этом нет Ты другой Но столько лет Прошло И Ты уже Не тот парень А я не та Перепуганная Девчонка Тот Кого она Ненавидела Это уже Не ты Я себе По другому Это представляла А как Представляла Что я Ну не знаю Убью Демона Ладно Мне пора Хочу успеть На автобус Не пиши Мне больше Ладно Хочу Это все Закончить Я понял Блин Ты береги себя 10 копеек Задонатить Но после такого Я то тут При чем Это вы выбрали Вы испортили Историю Надо было его Сажать Иначе Все было зря В итоге Дед умер зря Ну почему вы Чат выбрали Простить его Как можно простить Он Троих Завалил Нельзя спрятаться Со временем Учишься смотреть Не на тень А на свет Вот кто-то живет Растет Меняется Что опять с Брюсом Солнце закрыли туч Почему одни умудряются выживать Ну это понятное дело Устроилась Себе тут А другие Просто не выдерживают Ответов Я не знаю Знаю только Что не буду Больше бежать Никто за мной Не гонится И никогда Не гнался Эй Зои Это я Дедушка Я тут Все думаю О нашем с тобой Разговоре О том Как важно Смотреть страху В глаза И У меня У меня есть тайна Тот же день Когда мы попали В турок Когда я предложил Ехать красивым маршрутом Я Это не просто так Я там Раньше уже был Все что случилось Все что случилось потом Все что С нами Было в мотеле Это все я виноват Ну не надо этого делать Давай не дергайся Не умножай свои проблемы Скажите ему пусть забирает Пустите он в турок Дедушка Так и что И что 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 Зачем Зачем Такой финал Ох уже Торг Убил Двух дедов Да почему Я тут Ну и все Зачем Надо было Нарану Я считаю Что лучше Концовка Был бы Если мы все Таки сдали Этого чела И все После этого Объясните Концовку Да Чет Объясняйте Концовку Потому что Все было понятно До Тех пор Пока Не было Понятно Опять сделал То что Сделал Да не убивал Я деда Разве что Только одного И то не факт Было Не сказано Что он умер Сказано Что он Приземлился Неудачно То есть Возможно Он просто Ударился Это тоже Считается Неудачным Дед Сто процентов Папаша Этого пацана Третий раз Проходим Оба деда Неудачно Приземлился Ну вы его И в чем Вначале Было понятно Что дед Знаком был С мамой Братьев Дворным братом Шерифа Да А вот Если бы Насасал В лимонад Все Было бы Совсем По другому Да Жалею Что Тогда Я вам Дал управление И вы Все Испортили Да Еще Глава Будет Да Нет Я как Понимаю Так Все Семья Готовность Небросать Своих Искренность Умение Наладить Честные Отношения Ну и Так Далее Так Зои Давайте Посмотрим Про деда Статистику Господи Какая Тут Альтернативная Ветка Вы встретили Лесника 23% За вами Гнался Лесник 13% Вы Подрались Лесником 7% Вы Приехали К Джей В Канаду 85% Орк Заруинил Все Выборы Чат Шел На Самый Интересный Финал Да Какой Может Финал Интереснее Спасибо Брат Орку Заслал Ты Донат Теперь Он Рад И Безумно Погат Ну Ты Стример Затона Спасибо большое Валайзи Я просто Не дал Вам Унизить Превратить Эту Историю В Супер Постную Но Прощай Джея Вот Вот Переиграть Этот Момент Переломный Момент Смерть Развилка Выбор Сообщества Так Значит Судьба Джея Джея Остался В Канаде Судьба Винса И Мишель Винса Открыл Летную Школу Мишель Выжила После Ранения Мишель Собралась Замуж За Крейга Уже Какой-то Крейг У нее Брюс Был Теперь Крейг Понимаешь Прыгать По Вот Этому Вот Ей Я смотрю Очень понравилось Судьба Тайлера Тайлера Арестовали Судьба Между прочим Половина Уплынных Людей Такой Судьба Шерон Шерон Сбежала Из страны Одна 7% Мы вышли На самую Видите Редкую Концовку Орк Прям Как Родосский Маяк Как Висячие Сады Такая Же Руина Кэпа Нет А при чем Тут Орк Джея Вы Ненавидите Да Но Нет Я не знаю Надо было Сдать Его И все Во первых Он на Бена Стилера Стал Похож Поэтому Все Странно Судьба Джея Там Брюса Ждут Один Стул Как раз Для него То есть Она И с Крейгом И с Брюсом Понятно Все Короче Самый Главный Негативный Герой Этой Игры Это Мать Мать Вообще Все Испорт Если бы Не Мать И Не Ее Измена Им бы Не Пришлось Ехать Они Не Заехали В Отель Все Не Не Раз Так Короче Во Все Виноваты Измены Матери Поэтому Подумайте Об этом Чат Пока Я Хожу Био Авг Подумайте Об этом Да, я сосал. Люблю тебя, но чтоб еще раз проходить с тобой кинцо, Руйнер. Не как Дарклу. Субтитры создавал DimaTorzok Жаль, Орк не дал чату решать, как в анонсе первого стрима было указано. Так, что началось такое? Что я хочу сказать? В принципе, игра топ, но что-то мне кажется, что концовки потухлились чуть-чуть. Все варианты концовок. Концовочки тухленькие, а так было весело. Но скажу так, первая книга была лучше второй. Раза в два. Вот, поэтому как-то там было повеселее. Но в целом, все равно прикольная игра, мне понравилась. Прочитал доната, ушел. Люблю тебя, но чтоб еще раз проходить с тобой кинцо, Руйнер. Никогда. Это правда. Другое сохранение. Развитие сюжета. Запустить голову, запустить голову, смотреть сюжетное древо. Вы приехали к Джею. Джея, вы ненавидите. О, вот, переиграть с этой точки. Кни меня, кни меня, кни меня, кни меня еще. Смотреть. Пришла повестка на военные сборы. Уклонение равно уголовка. Длительность два месяца. Прощайте. Рад был вас знать. Грустно такое слышать. Соболезную. Так, давайте. Давайте сдадим его. Мне папа все еще рассказал. Тара-та-та. Вам точно сюда? Пешеходных троп тут нет. Да, точно. Спасибо. Так, и сценарийный парк Джаспер. Что там у Вики? Уже потихонечку надо на вас перекатываться. Сейчас посмотрим, что будет, если его сдать. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Рузвельт? Да что с тобой? Жак, нельзя скипать. Было бы быстрее, чем ждать, пока они договорят. Молчи. Замри. О боже. Зои. Привет, Джей. Я не знал, доходят ли письма. С марта по одному в месяц. Не дам. Тебе. Не это надолго. На ютубе глянем. Так. Это мой стрим. Вот. А, кстати, пользуясь случаем, вот, я вам покажу свой канал на ВАЗде. Смотрите, куда вы сейчас пойдете, после того, как мы закончим. Вот. Значит, у вас тв слэшорк под. Вот, все очень легко, его легко найти. Это мой обзор на Парагон. Так. А мы ищем, что? Джаст, Хил, Зурк. Как игра называлась? Джаст, АНУС. ПОЛС. Джаст, ПОСК. Джаст, ПАСК. ПОЛС. Нет, Джаст, НОСК. А, ЭСДАСК. ЭСДАСК. ПОЛС. ПОЛСОВКИ. Так, блин, теперь эта игра будет тут орать в ухо. Откровенный финал. Американская визуальная новелла, хорошая концовка. Давайте посмотрим. О, Господи, тут три часа. Отвалите от меня, зачем мне это? Охренеть, я захожу к человеку на летсплей, он первое, что он мне говорит, это отвалите от меня, зачем мне это? В смысле? Тебе не нужно... Так, мы не будем смотреть этого летсплеера. С наступлением сумерек все концовки. Блин, тут не переведено. Так, ты не можешь убежать. Но мы догадаемся по контексту. Меня тоже вызывали, несмотря на 38 лет и двое детей. Так, этот в какой-то психушке. Или что это? Или все-таки это насмертная казнь? Вот она пришла посмотреть, как его казнят. Я просто не знаю, как устроена смертная казнь. На это там, что там вкачивают какую-нибудь хрень. Ну, видимо, за день до этого у него был ужин из всего, что он захочет. Так, короче, в одном из этих он умирает. Причем его казнили раньше брата, получается. Капец, да? Такс. Это мы видели. Значит, мужик открыл школу. Это, естественно, за какого-то там Крейга выходит. Ну, все понятно. Мамаша в тюрьме женской. Наверное, тоже ждет казни. Жалко, что самый крутой брат так или иначе умирает. Так, и вот опять смертная казнь. И никто не пришел. Это важное отличие, но никто не пришел смотреть. Так ему позвонили. О, его отпустили. Внезапно. Так, он куда-то свалил. Хэнк, это, видимо, старик, которого вы убили. Что? Ну, не отпустили, я имею в виду, смягчили, короче. Ну, отпустили с казни, я имел в виду. Так, Вилса снимает обзор на айфон, как удивительно. Короче, как всегда, на какой-то скучной работе. Это, как всегда, мутит с какими-то другими мужиками. Куда сделался звук. Так, вот этот несчастный брак. Мужик в тюрьме, старший брат. Так, это наша концовка, она у нас свалила куда-то и спокойно тусит. Ну, конечно, она, по-моему, со всеми деньгами там свалила, еще и с компроматом. Ты одного деда убил, а своего мы не убивали, он поехал отдыхать. Так, Дэйл Холт. Это тоже наше, типа, я простила этого хрена. С дедом, видимо, одно и то же происходит всегда. Здесь опять какая-то непонятная псевдосемья, опять минус звук. Так, это что, они еще поженились, может быть? Так, я приготовил тебе лазанью. О, как мило. Так, этот все еще открывает свою летную школу. Дед, это за рождение на вторую часть. О, жена его все-таки решила к нему вернуться, да? Все-таки решила хранить верность мужику, а не предавать его. Так, этот на завод пошел. Старший брат. Мамаша пьет кофе. Слэш мартини. Уже придала, какая верность. А, еще и с ней этот поехал. Блин, щад, вы заруинили эту концовку. Вы нахрена его с братом-то оставили? Он бы мог вместе с ней поехать, и все было бы хорошо. Ну, короче, что я могу сказать? Не так много концовок здесь. Вот. В одной из концовок Ванессы и Джей шесть лет жили в лесу, потом они разошлись, так как ей по нраву городская жизнь. Вот, видите? Ой, ну по нраву и по нраву. Так, значит, что я могу сказать? Эту игру мы прошли. Нашим способом, возможно, не самым лучшим, как вам кажется, но прошли. Так, и сейчас мы перекатываемся на Васт. Мы там будем играть в Лол с госпожей Викой Картер. Или, может быть, во что-то еще. Потому что, в принципе, сегодня такой свободный день. Вот. Возможно, нарушитель наблюдения. Господи. Твич теперь предупреждает, когда какой-то странный человек пишет в чате. Хорошо, забанил. Отправляю вас Вике. Ужасное прохождение. Да, нормальное прохождение. Отправляю вас Вике. Напомните ей, что ждем на Вазде. И сейчас перекатываемся в Аста.ТВ. Слэш-урк-пот. Ну, или вот ссылка вам в описании. Прохождение было великолепным. А на Вазде будет еще веселее. Так что заглядывайте туда. И сейчас встретимся. Бэ-бэ!